Раение? Что с твоим разочарованным взглядом? С каких это пор было много мелодраматических истин? Нужна ли причина, чтобы убить человека? Мин Бя холодно сказал, а да, Суха пришел в себя после своих мыслей. Конечно, для убийства нет нужды иметь причину. Для таких людей, как они, на самом деле не было никакой причины убивать кого-либо. В эту эпоху происхождения способностей человеческая жизнь была похожа на траву. Если бы кто-то мог сделать Эспера сильнее, он убил бы без пощады. Вам нужна причина, чтобы убить одного? Для них нет. Это была правда. Жестокая реальность. Сердце Суха стало холоднее. Если бы была действительно мелодраматика правда, как Пинк Ян, возможно, он все еще мог понять с другой точки зрения, но такая забавная, но истинная причина действительно свела его сердце с ума. Нужна ли причина, чтобы убивать? Конечно, нет. Однако, кого убил этот парень, были обычные граждане. Эсперы это особый круг. Исходя из понимания Суха, хорошо, если вы убиваете эсперов между собой, но как только вы осмеливаетесь убивать простых граждан бессмысленно, вы просто ухаживаете за смертью. В настоящее время был такой человек. Он не только убивал, он даже держал своих жертв в неволе, обращаясь с ними не лучше, чем с животными. День. Анализ модели завершен. Модель происхождения успешно установлен. В своем море сознания, когда Суха и Мин Бя обменивались словами, он закончил анализировать Мин Бя, и этот талант к сильным способностям был наконец раскрыт. Имя. Вирусный контроллер. Класс С. Описание. Мощный паразитический вирус может передаваться кому угодно через бесчисленное количество сред, таких как воздух, кровь и телесные контакты. Вирусный контроллер можно использовать для контроля всех зараженных людей. Оценка С. Контроль за вирусом. Суха был ошеломлен действительно, как он и подозревал. Независимо от того, каким был предыдущий талант Мин Бя. После стольких лет развития и содержания города Мугуан в плен он, наконец, достиг таланта класса С. Такой ужасающий талант был просто лучшим шаблоном и признаком начала биохимической эры. Суха был немного встревожен. Этот Мин Бя не был сильным. Любой обычный эспер может легко его сокрушить, но если ему позволят бродить по федерации, произойдет гигантская катастрофа. На самом деле вся федерация может вступить в эпоху биохимии. Нет, это было еще страшнее, чем эпоха биохимии. Может распространяться по воздуху? Суха поднял голову. Конечно же, слегка зеленоватый свет в городе Мугуанг наконец начал распространяться. Суха понял, что, несмотря на то, что он случайно прибыл сюда, развитие талантов в Мугуан-сити, к сожалению, было завершено и недавно достигло класса С. Похоже, я пришел слишком поздно. Суха посмотрел на небо, окрашенное в зеленый цвет. Хе-хе. Угрюмый смех Мин Бя прозвучал. Не поздно, вы пришли как раз в нужное время. С тех пор, как я закончил свое продвижение по классу С, мне нужна жертва. Хе-хе. Лучший профессиональный эспер как жертва просто совершенен. Мин Бя взволнованно сказал. Правда, Суха прищурился. Вы просто профессиональный эспер. Профессиональный эспер? Мин Бя громко рассмеялся. Из его тела возникла мощная сила, и внезапно вспыхнул импульс царства доменов. Глаза Суха загорелись. Наконец, козырь этого парня был показан. После того, как я убью тебя, я уточню весь город Мугуанг в своем домене, а затем войду в федерацию. Здесь, это весь мир будет моим, и никто не сможет остановить меня. Один Мин Бя дико засмеялся. Благодаря анализу моделей Суха увидел несколько уникальных методов происхождения, и один из них был новичком техника происхождения, которая является продвижением таланта. Честно говоря, этот Мин Бя был талантом. Ни под каким руководством он создал свои собственные техники происхождения и сумел стать профессиональным эспером. К сожалению, он пошел по неверному пути. Так что, если я такой домен эспер, я стремлюсь к миру. Мин Бя безумно засмеялся. Я превращу весь город Мугуанг в свой вирусный мир. Когда этот шаг будет завершен, я обязательно стану легендарным мировым эспером. На протяжении многих лет я повышал свой талант класса Е до уровня С, от специализированной области до текущей области домена. Все это для простой области домена. Глаза Мин Бя стали холодными. Город Мугуанг – это только мой первый шаг, мой первый шаг в мир. Затем я буду продолжать город за городом, пока не стану императором этого мира. Такова ваша цель, Суха удивился. Почему ты мне тогда сказал, успехом всегда нужно делиться, не так ли? Мин Бя улыбнулся. Я держал это при себе около шести лет. Теперь я чувствую себя лучше после того, как делюсь этим. Тем не менее, вам суждено стать мертвым человеком. Правда? Суха слегка улыбнулся. Вы знаете, что я сделал то же самое, что и вы. Что? Мин Бя на секунду остановился. В прошлом я также думал о том, как стать мировым эспером. Суха продолжал ровным тоном. Однако моя цель не состоит в том, чтобы заразить или разрушить этот мир, и при этом я не должен принимать его как свой собственный. Скорее, я хочу воспроизвести этот мир и построить совершенно другой мир. Кроме того, я отличаюсь от вас. Суха на секунду посмотрел на Мин Бя. Мне это удалось. Мин Бя затрепетал. Успешно, он вдруг почувствовал, что что-то не так. Когда он открыл глаза, чтобы еще раз взглянуть на Суха, он, казалось, увидел нечто ужасающее. Ты не мог бы ты быть. Бум. Под бесконечный яркий свет, Мин Бя не мог ответить. Когда пустота была отрезана, Мин Бя исчез. С сегодняшнего дня в этом мире не было такого человека. В царстве небесном Суха был так же спокоен, как и всегда, а рядом с ним был испуганный Мин Бя. Посмотрите, как мой мир. Суха небрежно указывал вокруг. Мин Бя, дрожа, смотрел на царство небесное. Он был полностью ошеломлен. Там были горы и реки, в то время как птицы летали, а темные рыбы бродили по морю. Каждая из рыб была полна силы, которая напугала его. Кроме того, на пляже вокруг было несколько человек. Это мир, а новый мир, Мин Бя не мог в это поверить. Хотя у него была идея стать хозяином мира, он просто стремился занять существующий мир. Никогда не приходила в голову мысль о создании нового мира. Что было еще более невероятным, так это то, что этот человек действительно преуспел. Мин Бя внезапно почувствовал, что это был более сумасшедший человек, чем он сам. Вы мировой эспир? Мин Бя считает, что его собственные способности не могут быть использованы. Не совсем сухо, а продолжал равнодушно, и его глаза наполнились уверенностью. Во внешнем мире я всего лишь псевдомир, но здесь, я бог. Бог, управляющий всем миром. Мин Бя был шокирован. Он наконец понял. У этого человека, которого он случайно встретил, была сила, которую он не мог оказывать сопротивление. Его единственным преимуществом было сокрытие, но как только он проявил себя, его преимущество исчезло. Почему вы поймали меня и привели меня сюда? Голос Мин Бя был хриплым, как всегда. Не лучше ли просто убить меня? Нет. Сухо продолжил. У меня вдруг возникла мысль, что будет слишком скучно убивать тебя, для кого-то вроде вас, который делает зло для жизни, чтобы так счастливо умереть, как несправедливо это будет по отношению к другим, что вы планируете делать. У Мин Бя внезапно возникло очень плохое предчувствие. Здесь, Сухо указал на место. Это будет новое место для вас, чтобы остаться. Внутри есть несколько интересных вещей. Я называю это место, Чистилище. Вы сумасшедший. Мин Бя внезапно захотел умереть, но обнаружил, что его тело совсем не было под его контролем, безумно крича. Он спросил Сухо. Кем вы себя считаете? Спаситель? Спаситель? Сухо серьезно подумал. Мне это неинтересно. Я не могу контролировать реальный мир, но я никогда не позволю вашему подобному действию случиться в Царстве Небесном. С появлением Чистилища будущее Царство Небесное станет еще более совершенным. Итак, извините, но я должен использовать вас как морскую свинку. Мин Бя чувствовал себя так, как будто он упал в ледяную пещеру, и все его тело было холодным. Царство Небесное, Чистилище. Что на самом деле хочет этот сумасшедший встань? Сухо указал пальцем на пустое место. Космическое пространство дрогнуло. На берегу Царства Небесного родился новый район. Внизу Царства Небесного появилось пурпурное кольцеобразное пространство, которое придавало пространству бесконечную силу уплотнения. Всего за несколько коротких месяцев он приобрел более 100 тысяч талантов. Неужели это действие не повлечет за собой никаких последствий? Были сильные и слабые таланты, поэтому очевидно, что есть таланты, которые сталкиваются друг с другом. И все эти таланты были интегрированы в Царство Небеса. По мере того, как Царство Небесное становилось все лучше и лучше, оно также становилось ближе к реальному миру. Были хорошие и плохие вещи об этом. Суха мог бы предсказать, что по мере увеличения числа людей в Царстве Небесном будут возникать многие негативные факторы, такие как болезни и стихийные бедствия. Это было неизбежно, поскольку это было реальностью. Это была неизбежная цена, заплаченная за Царство Небесное, чтобы вырасти в реальный мир. Таким образом, поскольку это было неизбежно, что ему тогда делать? Уберите их. В Царстве Небесном было такое место, где все негативные осталось там. Он собрал все негативные силы в Царстве Небесном. Здесь, это был никто иной, как само Чистилище. Существование Чистилища позволило Царству Небесному быть чище. В то же время он также сделал цену предательства и зла более ужасающей. Прежде чем стать злом, по крайней мере, судите, способен ли он нести последствия. В прошлом у Суха уже была такая идея, но она закончилась неудачей. На этот раз из-за существования Мин Бя он снова вспомнил эту идею. Число людей в Царстве Небесном будет расти в будущем, прежде чем в конечном итоге станет реальным миром. Это была дикая мечта Суха, и существование Чистилища было похоже на невидимый меч, висящий над головой каждого. Шух. Сила печати колебалась. Мин Бя был брошен с Уха. В одно мгновение Мин Бя страдал от различных болезней и ночных кошмаров. Затем через несколько секунд он начал отчаянно бороться, потея как сумасшедший. Это ужасное выражение на его лице выглядело болезненным под странными негативными силами в Чистилище. Помоги мне. Я знаю свою ошибку. Помоги мне. Эхом отозвался голос Мин Бя. Суха выглядел задумчивым. Чистилище, похоже, это отличное место для допроса людей. Шух. Суха пересек небо. Подумав об этом, он сделал окончательный вывод. За то, что ты совершил ужасные преступления, ты будешь страдать в Чистилище за 36 дней до того, как ваша душа исчезнет. 36 дней. Мин Бя был шокирован. Он даже не хотел оставаться здесь на минуту дольше. Каждый день, каждые 23 дня, которые вы испытываете в Чистилище, вам дается один час на отдых, чтобы вы записали свои грехи и признания. Это уменьшит продолжительность ваших страданий. Что касается того, сколько уменьшено, это будет зависеть от того, что вы напишите. Суха звучал так же спокойно, как и всегда. Я сейчас напишу. Быстро. Выпусти меня. А-а-а-а. Дух Мин Бя почти рухнул. Пока еще рано. Суха неторопливо вздохнул. В царстве небесном все с тревогой смотрели друг на друга, увидев эту сцену. Они никогда не думали, что с таким небольшим количеством людей он уже планировал арестовать преступников. Но Суха не мог постоянно обращать внимание на то, что происходит в Чистилище. Итак, кто же будет этим управлять? Две девушки, естественно, не интересовались. Пинг Ян притворился крутым, глядя на Суха, но выражение его лица было четко написано. Выбирай меня быстро, выбирай меня быстро. Суха посмотрел на него и посмотрел на Ли Тинь Тиня. Талант времени. Он мог предсказать, что это можно доверить. Ли Тинь Тянь был бы более подходящим. Ли Тинь Тянь, я покину Чистилище, чтобы вы поиграли. Суха засмеялся. О, глаза Ли Тинь Тиня загорелись. Хорошо. Эй, эй, эй. А что я? Пинг Ян, наконец, не мог не жаловаться. Вы слишком игривы. Кто знает, вы можете быть слишком любопытными и оказаться там. Я не уверен, смогу ли я выловить тебя из этого. Ну, ты хочешь попробовать? Суха сказал, не оставляя за собой слов. Эй. Пинг Ян почесал голову. Глядя на несчастье Мин Бя, он решительно махнул руками. Просто подумай, что я никогда ничего не говорил. Суха был беспомощен. Этот парень все еще ребенок. Его чуть не убили, когда ему было всего 10 с лишним лет. Позже он полностью посвятил себя мести. Тем не менее, его убили, когда он начал свою месть. Несмотря ни на что, у него все еще было сердце ребенка. Похоже, Суха должен был найти игрушку для него в будущем. Во всяком случае, он талантливый космический талант. Было бы такой тратой, если Суха не использовал его. Пинг Ян, вероятно, не знал, что Суха переключил свое внимание на него, поскольку он все еще проявлял недостаток интереса. Что ты хочешь знать? Ли Тянь Тянь знал, что у Суха должны быть глубокие идеи. Я почему-то чувствую, что это не так просто. Суван нахмурился. Как талантливый эксперт класса С, мне удается дополнить его только тремя загадочными картами. Плюс именно с помощью тети Сувань, использовавшей ее мировую силу и наследство из прошлого, удалось завершить мой талант класса С. Этот Минг Бя, он действительно просто случайно закончил его? Вы говорите, глаза ли Тянь Тянь внезапно загорелись? У него определенно был кто-то, кто поддерживал его. Оба подтвердили этот вывод. Минг Бя определенно не смог достичь этой точки в одиночку. Специализированный эспер с талантом класса Е мог путешествовать по бесчисленным городам и, наконец, выбрать город Мугуанг. Возможно ли это? Невозможно. Если бы это был какой-то нормальный человек, как пока вы делаете один неверный шаг, вы в конечном итоге умрете. Во время процесса это требует бесчисленных расчетов и вычетов, и даже нужно экспериментировать лично. Все это не могло быть достигнуто одним Минг Бя. Оставь это мне. Ли Тянь Тянь ухмыльнулся. С тех пор, как я сделал это с живым существом, это было что-то особенное. Сообщите мне позже, как только узнаете новости. Суха обернулся и покинул Королевство Небес. Ночь в городе Мугуанг, как всегда, была тихой. Однако на улице больше не было этого леденящего ветра. С распространением мягкого света было слабое тепло. Цвет неба превратился в сумерки. Суха улыбнулся, глядя на эту сцену. Вернувшись в дом Даджуана, глядя на свою комнату, которая больше походила на клинику, он написал несколько громких слов. Взмахнув рукой, вирус был успешно уничтожен. Рано утром, вскоре кто-то проснулся. Когда кто-то проходил мимо и видел эти слова, все они демонстрировали восторженные взгляды. Вирус был успешно вылечен, значит ли это? Суха сидел там, слегка улыбаясь. Пришел первый человек, и Суха быстро удалил токсин из организма. Теперь, когда он приобрел талант Мин Бя, этот вопрос не может быть легче. Когда первый человек вошел с зеленой кожей и ушел с нормальной кожей, он сошел с ума. Я нормальный. Теперь я нормальный. Это была неописуемая радость. Суха холодно смотрел на это. У него внезапно возникла мысль, что если этот парень объявит всему миру с помощью микрофона, что его вылечили, то не станет ли Суха так называемым легендарным старым доктором? Что не кажется хорошим названием? Суха пробормотал про себя. Однако радость этого человека разбудила весь город. Когда толпа заметила положение этого человека, все не могли удержаться от того, чтобы скрыть свое волнение. Они неистово бросились к Суха, но Суха сохранял спокойное выражение лица. Он просто осмотрел пациентов, поднял руку, и за несколько секунд вылечился зараженный человек. Несмотря на это, Суха пришлось потратить целый день, чтобы вылечить их всех. Он даже не делал перерыв от начала до конца. До раннего утра следующего дня все люди в городе Мугуан вернулись в нормальное состояние. Суха не только не спал, но и не спал. Они с нетерпением ждали этой сцены. Эта болезнь, которая преследовала город Мугуан в течение многих лет, наконец исчезла. Когда последний человек вернулся в нормальное состояние, все плакали от радости. Город Мугуан был наполнен безумным смехом и плачем. Это было непреодолимое счастье. Хотя это случайно, но Суха улыбнулся. Это чувство очень хорошее. Его настроение было также довольно хорошим. Уникальной и совершенного таланта уровня С было достаточно, чтобы соперничать с тысячами или даже десятками тысяч обычных талантов. И это имело большое значение для совершенствования Царства Небесного. После того, как вчера вирусный контроль был интегрирован в Царство Небесное, улучшение Царства Небесного стало очевидным, и оно стало сильнее в одночасье. Весь город праздновал. Все выражали благодарность Суха, когда Суха несколько раз блокировали то, что Дачжуан должен был дать понять, что это вызовет больше проблему Суха. Восторженные люди пошли домой праздновать. Такие восторженные люди. Суха вздохнул. Суха, придите в Царство Небесное на секунду. В его голове неожиданно зазвучал голос Ли Тянь Тяня. Дело Мин Бя. Суха сразу догадался. Когда его фигура плыла в воздухе, он приземлился в Царстве Небесном. Ли Тянь Тянь ждал его там. Те, кто вокруг, тоже не выглядели великолепно. На самом деле, по выражению их лица можно было почувствовать подавленный гнев. Что случилось? Суха был шокирован. Чтобы можно было одновременно злить этих людей, какие злые дела совершил Мин Бя. Посмотри сам. Ли Тянь Тянь горько улыбнулся. Суха просмотрел содержание признания Мин Бя. В конце концов, это был его собственный мир. Он мог мгновенно просматривать содержимое с легкостью. На самом деле Суха также был ошеломлен содержанием. Мин Бя не делал ничего плохого, но можно даже сказать, что это не имело ничего общего с Мин Бя. Тот, кто совершил злодеяние, на самом деле был его организацией. Девять змей. Такое особое имя. Только из названия видно, насколько уверена эта организация была. Суха слышал о девяти драконах или о чем-то еще, но это был его первый раз, когда он видел девяти змей. Драконы представляют яркость, а змеи – тьму. Очень немногие организации называют себя с таким именем. Разве это не просто приглашение Федерации постучать в их дверь? Тем не менее, их организация сделала это, потому что они не боялись. Содержание, написанное Мин Бя, было еще более шокирующим. Мин Бя был просто обычным талантливым эспером с самого начала. Таких людей можно найти где угодно. С появлением Нини Снаки с будущей Мин Бя полностью изменилась. Его сила становилась все сильнее и сильнее. Он пошел другим путем, и люди в организации, они были такими людьми. По словам Мин Бя, в девяти змеях было как минимум 36 человек, похожих на него. 36 человек пытаются покорить мир? Какого черта эта организация? Какова была их цель? Одного этого уже достаточно, чтобы свести с ума. За безумием этих людей какую роль сыграла организация? Вещи казались становиться все больше и больше. Суха почувствовал головную боль. Больше всего их беспокоило имя, написанное Мин Бя в исповедальной книге. Секретная техника, созданная Нини Снакис. Искусство омоложения. Искусство омоложения. Это был секретный прием, используемый эспертами таланта класса С для извержения их сила. Лили Тянь и Лили Сиади, по той причине, что они так много работали в прошлом. Все это было связано с искусством омоложения. Однако из девяти частей им удалось получить только три из них, прежде чем умереть в семье Тянь. Вот почему их поиски искусства омоложения закончились. Тем не менее, это не помешало им понять силу искусства омоложения. Нужно знать, насколько мощным он был, когда у Пинг Янга был только один в его руке. Первоначально его талант был эквивалентен обычному таланту класса А, но под влиянием искусства омоложения он произвел такой ужасающий эффект. Затем, когда три их части были собраны, Лили Тянь и Лили Сиади объединили свои усилия и фактически сумели завоевать проблеск надежды на Суха под беспощадной атакой Тянь Гана. Это сила искусства омоложения. Но что такое искусство омоложения? Откуда это взялось? Почему было бы девять частей? Суха искал так долго, но не смог найти никакой соответствующей информации. Никогда бы он не подумал, что они откроются ему вместо этого. Девять змей, основываясь на описании Мина Бя, у девяти змей было девять могущественных и страшных лидеров, и каждый их талант был ядовитым. Таким образом, после того, как они объединились, была создана организация под названием Девять змей. Что касается информации об искусстве омоложения, он мало что знал. Все, что он знал, это то, что старшие исследователи изучили. Искусство омоложения могло привлечь к этому экспертов талантов класса С, выполнив определенное количество заданий, вы можете получить часть искусства омоложения. Чем больше вы вносите в девять змей, тем больше и больше деталей в искусстве омоложения вы получаете. Когда вы делаете достаточно взносов, чтобы стать ветераном в организации, вы даже можете получить все девять частей искусства омоложения и избавиться от всех побочных эффектов таланта класса С. Сердце сухое было в большой тревоге, узнав об этом. Такая четкая иерархическая система, соответствующая оценка соответствует соответствующему вкладу. Что касается искусства омоложения, которое было важно для каждого эксперта таланта С в качестве компенсации, кто может отказаться от такого предложения, если это вы. Сухо посмотрел на Пинк Ян. В прошлом заместь я был готов заплатить любую цену. Пинк Ян сказал, не задумываясь, да, Сухо пробормотал про себя в озеро. В отчаянный момент любая соломинка, которую можно было схватить, держалась яростно, не выпуская ее. Кто-то вроде Пинк Янга, чье сердце было неплохо, уже не мог отказаться, так что же делать с другими. Как насчет других талантливых эсперов класса С, похоже это огромная проблема. У Летинь-Теня также была головная боль. Он слишком хорошо знал, что талант класса С представляет. Большинство эсперов таланта класса С завидовали небу и земле. За их талантом может быть история, полная крови, слез и мелодраматических событий. Он был таким, Пинк Янг был таким, и Си Ади тоже не стал исключением. Как только эти эсперты таланта класса С получат власть, первое, что они могут сделать это, скорее всего, месть, девять змей, искусство омоложения. Тогда эти девять лидеров не могут быть всеми эспертами таланта С, верно? Суха внезапно подумал об этой возможности. Так не должно быть, верно? Лицо каждого стало немного уродливым. Это был не что иное, как талант класса С, талантные эсперы ранга С. Когда они вступят в мировое царство, они также будут намного сильнее обычных эсперов мира. Если бы эти лидеры девяти змей действительно были такими персонажами, тогда не было сомнений, что это будет огромной катастрофой. Не говоря уже о том, что в девяти змеях было по меньшей мере 36 человек, похожих на Минбя, такая ужасающая организация. Это была оценка каждого. Девять мировых лидеров эсперов, 35-летних уникальных талантов и много талантливых эсперов класса С, которые могут обладать искусством омоложения. Если эта организация хочет создать беспорядок, я боюсь, что вся федерация попадет в полный хаос, и никто не сможет противостоять ему. Девять змей. Сухо задумался это имя. Минбя сказал только часть этого слова, так как оно все еще было частью большой картины. По-прежнему было много информации о девяти змеях, которая неизвестна. Например, какова цель искусства омоложения. Это действительно просто, чтобы помочь эсперту талантов ранга С улучшиться? Или они, возможно, используют эту секретную технику, чтобы контролировать талантливых эсперов класса С? А как насчет полной цели девяти змей? У Сухо было слишком много вопросов, и Минбя не смог ответить ни на один из них. Тем не менее, для Сухо это не было плохо. С постепенным улучшением царства небесного Сухо также почувствовал постепенное увеличение своей силы. Если бы каждый член Нини Снакис был эспертом талантов класса С или имел потенциал быть одним, тогда это определенно была находкой. Организация, членами которой являются эсперты талантов класса С? Если я смогу установить все их таланты, Сухо покраснел. Вы не можете планировать сделать шаг самостоятельно, верно? Ли Тянь Тянь вытер пот. Он знал цель Сухо. Если на Сухо сияет удача, он может прямо в этот раз вступить в мир. Несмотря ни на что, Сухо никогда не сдастся. Конечно, Сухо пожал плечами. Я все еще не собираюсь судить свою собственную смерть. Однако, сказав, что, разве вы не думаете, что Федерация должна принять меры по этому вопросу? Йен, Ли Тянь Тянь был шокирован. Федерация, однако он быстро отреагировал. Федерация абсолютно не допустит существования талантливых эсперов класса С. Этот факт был ясно продемонстрирован со времени, когда дядя Лан преследовал его. Если Федерация должна хорошо знать о такой организации, было бы отличное шоу, чтобы посмотреть. Ты собираешься сказать дяде Лану? Ли Тянь Тянь неожиданно спросил. Не я. Сухо ухмыльнулся. С характером Федерации, если он знает, что у нас есть средства, я боюсь, что они примут стратегию быть рыбаком или просто позволит нам стать пушечным мясом. Таким образом, этот вопрос может быть разрешен только в том случае, если они узнают сами, является ли это Федерацией или Ассоциацией способностей происхождения, которая обнаруживает их или злится этой организацией. Вы хотите маскироваться под девять змей? Ли Тянь Тянь реализовал свой план. Конечно, холодный свет вспыхнул в глазах Суха. Этот вопрос требует, чтобы кто-то был пушечным мясом. Однако убивать невинных людей нецелесообразно. Похоже, мне нужно найти несколько человек, которые заслуживают смерти. Будут ли они в это верить? Ли Тянь Тянь сомневался. Я боюсь, что Мин Бя будет очень готов помочь. В глазах Суха появился игривый взгляд. Город Мугуан. Суха не задержался надолго. Когда все было сделано здесь, он ушел. Будучи благодарными Суха за его действия, жители города Мугуанг даже купили его статую. Да Чжуан так долго смотрел на имя город Мугуанг на городской стене, прежде чем, наконец, изо всех сил стер его имя. Город Мугуанг был переименован в город Шугуан. Он представляет собой новое будущее. На следующий день солнце взошло с горного хребта. Мягкий свет распространился по городу Шугуан. Жители города Шугуан улыбнулись. На центральной площади города в центре стояла большая статуя. Статуя Суха. Конечно, Суха не знал об этом. Иначе он обязательно проклянет. В этом году ему было всего 20 с лишним лет, и он не хотел жить в сердцах людей. Где-то в федерации, казалось, было обычный город. Это была резиденция верховного офицера федерации Луяна. Снаружи это выглядело как обычный город, но на самом деле оно было сильно охраняемым. Весь город был территорией Луяна. Ему всего 35 лет, и он уже служил генерал-майором федерации. Это была честь, с которой многим было трудно конкурировать даже после жизни на поле битвы. Если кто-то настаивал на использовании фразы для описания этого, то это был бы крайний авторитет. Власть порождает желание. Луян в прошлом делал себе имя, и теперь у него была грязная личная жизнь. По всему городу видно, что не было других мужчин, кроме мужчин из семьи Луа. Это был его гарем. В нынешней федерации никто не узнает, что он большой гарем в отдаленном районе. Не говоря уже о том, кто не боялся проникновения на территорию величественного верховного офицера Луяна. С большей силой в руках Луян в последние два года становился все более и более безудержным. Фактически, он даже начал похищать женщин. Пока он воображал их, никто не мог убежать. Однако этот Луян знал хорошо, чтобы избежать пересечения линии. Независимо от того, что он делал наедине, на поверхности он все еще был зрелым и важным генерал-майором федерации и представлял имидж федерации. Сегодня, после обсуждения мирового порядка эсперов, Луян вернулся в свой город с усталым взглядом. Папа, они все еще не согласились? Хэм. Луян снял свое тяжелое пальто. Простая группа робких парней, они на самом деле боятся, что мир объединяет эсперов, и не осмеливаются проводить масштабные операции. Это просто смешно. Пока Федерация и Ассоциация способностей происхождения принимают меры, что может сделать мировой эспер. Если бы они действительно могли взяться за руки, они бы сделали это раньше. Зачем им ждать до сих пор? Возможно, они боятся другого Су Тинчина. Только они, Луян сказал с презрением, с Усу Тинчин, даже с лошадью, они не смогут догнать. В конце концов, они просто боятся существования мировых эсперов, лишающих их власти. У Луяна, естественно, не было никаких забот перед своим ребенком. Черт возьми, куча стариков. Боясь, что торт в их руках будет разделен, они вообще не хотели его рассматривать. Если в их распоряжении будут мировые эсперы, как только мы уничтожим зверей в будущем, сколько энергии у них будет больше, чем у них сейчас. Неудивительно, что спустя столько лет их авторитет не сильно возрастает. Куча мусора. Если бы не нам повезло, что рождались эсперы первого поколения, чего они могли достичь. Луян усмехнулся. Его ребенок беспомощно слушал и не знал, как это опровергнуть. Ну, Луян не ожидал, что его ребенок все равно ответит ему. Наконец он принял другое решение. Парень, который сегодня взял на себя инициативу, пусть сегодня что-то случится с его семьей. Помните, они должны умереть в руках эсперов скрытого мира. Давайте посмотрим, будет ли он против этого завтра. После договоренности Луян почувствовал облегчение. Лежа в ванной он позвал нескольких девушек быть пьяным и лежать под коленом красавицы. Вот в чем суть жизни. Отшельник, а ворлд еспер, без десяти основных семей, которые могут остановить нас, давайте посмотрим, насколько вы высокомерны. Луян не понял, что появился зеленый оттенок, покрывающий их до тех пор, пока он не покончил с собой, кожа у всех уже стала зеленой. Что происходит? Луян был напуган. Он не слабак, а пикдомайн еспер, как этот предмет может заразить его на полшага в мировое царство. Однако, прежде чем успеть среагировать, весь город был уже заражен. Луян поспешно попросила помощи, но когда было обнаружено, что вирус здесь имеет неограниченное количество копий и вариантов, все испугались. Смутно можно было увидеть зеленые огни, выходящие из города. Врач, ответственный за исследование, определенно понимал, что это означает. Когда данные испытаний были переданы в больницу общего генетического вируса Федерации, по всему городу пронесся яркий блеск, и такой большой город был просто стерт. Ослепительный свет осветил унылое выражение двух молодых людей за городом, за пределами города. Когда Сухаа и Литинь-Тянь увидели эту сцену, они оба заморозились. Вы рассчитали это последствия? Литинь-Тянь был шокирован. Как я мог, Сухаа выглядел так, как будто видел призрака. Я просто планировал заразить их вирусом, а затем пойти в дом Луяна с появлением Мина Бяа, чтобы угрожать ему, потому что он определенно не потерпит его своим характером. Что касается того, что произошло сейчас, Сухаа также был ошеломлен этим. То, как действовала Федерация, было слишком безжалостным. Он пренебрег ужасным уровнем заражения этот вирус. Хотя он получил талант сдерживать этот вирус, для Федерации это был неизвестный вирус. С абсолютно беспрецедентным уровнем заражения он также может распространяться буквально через каждую среду. После этого распространения наступит эробиохимия. Паника неизвестного вируса вынудила высшее руководство принять экстренное решение. Даже кто-то вроде Луаинга, который является эспером с пиковым доменом, не смог устоять перед этим вирусом. Они все еще будут надеяться, что другие остановят его. Может быть им пришлось прибегнуть к отправке нескольких мер пытается решить этот вирус? Таким образом, бум. Энергетическая бомба пронеслась по всему городу. Насколько это было просто, это Сухаа был подавлен. Кажется, мне нужно перейти на другой метод. В самом деле, ты должен. Ли Тянь-Тянь также был беспомощен. До того, как план Сухаа вступил в действие, он был уже закончен. Кто бы мог подумать, что федерация будет такой безжалостной даже против своего генерал-майора. Как будто им было все равно. Маленький город просто так исчез. Сухаа и Ли Тянь-Тянь не могли не горько улыбаться. Что касается тех в федерации, кто сделал грязную работу, они также были беспомощны. При нормальных обстоятельствах решение уничтожить целый город не будет таким быстрым. Очевидно, этот лоя наскорбил кого-то и в итоге получил удар в спину. Невозможно выжить из-за своих собственных грехов. Сухаа надул рот. Он прочитал информацию об этом генерал-майоре. Он был персонажем, который буквально наступал на чужие головы, чтобы добраться до своей нынешней должности, а также самым подходящим кандидатом для этого плана. Какая трата? Так как этот план слоингом получил прерванный, Сухаа мог прибегнуть только к другим методам. К счастью, федерация не сможет каждый раз использовать энергетические бомбы. Чтобы поддерживать общественную поддержку, особенно в интернете, даже если федерация получит сотню кишок, она все равно не посмеет использовать эту энергетическую бомбу так часто. В противном случае они должны были бы быть готовы к негативной реакции в интернете. Сухаа делал свои шаги с различными методами и талантами. Все было основано на внешности и талантах, которые исходили из воспоминаний Мин Бя. Из этих 36 членов Мин Бя знал только 5 из них. Однако этого было достаточно для Сухаа. С 5 людьми с разными талантами Сухаа действовал не менее 10 раз. Очевидно, что за этим последовали страдания высших должностных лиц федерации. Различные причины смерти, различные странные таланты, без исключения устройства мониторинга смогли захватить эти недобросовестные лица. Когда об этих вещах сообщали вместе, федерация наконец разозлилась. «Вам всем удалось выяснить, кто они». Руководитель хлопнул информацией по руке на столе. Для федерации, которая только что была объединена, нужна была стабильность. Это было начало, и им уже противостояли некоторые гражданские организации. Что было более отвратительным, так это то, что эта организация даже рекламировала свои акты убийства высокопоставленных чиновников. Это резко повысило репутацию этих людей, в то время как престиж федерации, естественно, упал. Кем они себя считают? Супергерои. Генерал-майор холодно ответил. Кажется, кто-то пытается спровоцировать авторитет федерации. Говоря о том, что взгляд генерал-майора неестественно остановился на ком-то в угол конференц-зала. Это был молодой человек лет 25, которого, похоже, не беспокоило мнение каждого. Тот генерал-майор нахмурился. Разве вы не хотите высказать свое мнение, Хайхун? Шух. Вспыхнул холодный свет. Хайхун поднял голову и его глаза пугающе холодны. Хайхун был в той же партии, что и Сухаа во время вступительного экзамена в колледж, но проиграл Сухаа. Он не хотел так терпеть неудачу, и после нескольких лет опыта он, наконец, переродился и превратился в нового человека. Позже он служил федерации с властью своего клана. Хотя у него только сила царства доменов, никто в федерации не смел его недооценивать. Это было из-за его чертовых способностей. Вскоре после вступления в федерацию, Хайхун создал себе репутацию с абсолютной силой. Небесное чтение мыслей в сочетании с его абсолютно спокойным умом, можно сказать, что Хайхун достиг того, что достиг вершины социологии. Есть ли отчет об их организации? Вскоре заговорил Хайхун. Было несколько новостей об этом. Сначала они не были связаны, но из-за этого инцидента были обнаружены некоторые старые материалы. Согласно записи, они принадлежали организации Нини Снакис. Однако затем он был помечен как слух, и сотрудник, который сообщил об этом, также пропал без вести. Регистратор тщательно сообщил об этом. Так оно и есть. Хайхун на мгновение подумал, чтобы не допустить утечки девяти змей, персонал был убит. Но поскольку сейчас они рискуют разоблачить себя перед публикой, они должны иметь в виду план. Либо есть другие враждебные организации, которые хотят подставить их, либо они сами решили наконец принять меры. Хайхун легко проанализировал большую часть правды одним взглядом. Собрание комната погрузилось в короткое молчание. Первая возможность была очень маловероятной, потому что такие люди из скрытой организации могли оказаться пойманными вместо того, чтобы использовать федерацию для атаки на врага. Немногие прибегнут к такому методу. Что касается второй возможности. Какова была цель девяти змей? Откуда возникла эта организация? И какова была его цель внезапного резкого изменения планов? Федерация огромна, но они ничего не знали об этой организации. Это было, без сомнения, ужасно. Нужно знать, что федерация даже записала данные об организациях убийц, таких как Пиолин и другие. Кроме того, данные были очень подробными, но эти девять змей, держись. Хайхун вдруг подумал о чем-то. Позвольте мне еще раз взглянуть на информацию, что случилось. Генерал-майор удивился. Хайхун проигнорировал его и долго смотрел на него. В конце концов, его лицо показало странный цвет. Десять дел, пять преступников, и их стиль был похож без исключения. Они должны принадлежать к одной организации. Кроме того, все их таланты относятся к классу С. Взгляд Хайхуна выглядел жестоким. Он даже мог анализировать их стиль. Действительно, все их стили были похожи, но Хайхун, вероятно, не смог бы представить, что все это сделал один человек. Конечно, стиль будет похожим. Он никогда бы не подумал, что будет всемирный эспер, притворяющийся кем-то другим, и мог бы также подражать его таланту. Трудно скрыть эффект таланта класса С с другими талантами подобного типа. Поскольку он знал о соответствующих характеристиках таланта от Мин-Биа. Следует отметить, что в его теле было более 100 тысяч основных талантов. Что? Все в комнате собраний были ошеломлены. Талант С-класса? Все в федерации очень боялись этой оценки. В прошлом несколько талантливых эсперов класса С сумели хорошо развиваться и почти уничтожили всю федерацию. их лица все стали безобразными, после тщательного подтверждения они наконец получили подтверждение, но все же были некоторые сомнения, вероятность того, что эти люди были талантливыми эсперами класса С достигала 90%, таинственная организация, организация, в которой все ее члены могут быть эспертами талантов класса С, неудивительно, что Хайхун будет потрясен, после подтверждения этой новости, федерация больше не может сидеть на месте, это не шутка, какого рода концепция, талантливого специалиста класса С, если быть откровенным, с точки зрения боевая эффективность, таланты уровня С могут быть не такими сильными, но для федерации опасность их существования была намного выше, чем у любого обычного мира, если всемирный эсперт хочет предпринять какие-то действия, просто отправьте кого-то сильнее его и это будет решено за считанные минуты, но талантливые эсперты класса С, как только произойдет вспышка, последствия будут быть непредсказуемым, эти два данных этот талант, Хайхун сосредоточился на этих двух материалах и указал на имя Лояна, напечатанное на бумаге, вы все еще помните, что случилось с генерал-майором Лоингом несколько дней назад, вы имеете в виду, это он, Хайхун ответил конфиденциально, сообщите ассоциации способностей происхождения, шеф, сидевший впереди, наконец отдал свой приказ, в его темных глазах отражался ужасающий взгляд, девять змей должны быть уничтожены, ассоциация способностей происхождения сделала свой ход, новости перехваченной спутником успокоил Суха, он несколько раз предпринимал действия, и федерация, наконец, взяла наживку, десять смертельных случаев, которые затронули всех высокопоставленных офицеров, были направлены на девять змей, несомненно, следующим шагом будет тотальная война между федерацией и девятью змеями, этой невольной цели девяти змей предназначено было покончить, Суха не думал, что девять змей могут победа, несмотря ни на что, это была темная скрытая организация, если бы он имел силу противостоять небесам, он давно бы разоблачил себя в прошлом, должно ли это ждать, что касается федерации, то это собрание человеческих элит, как только участники девяти змей будут разоблачены, это станет ужасающим случаем, несмотря ни на что, никто не сможет сбежать, похоже, мы можем наслаждаться шоу, Суха сказал так в своем сердце, девять змей должны быть уничтожены, как для себя, так и для федерации, текущий метод был лучшим выбором, и он стремился к таланту членов Нини Снакис, на светлом экране передавалась бесчисленная информация, буквально все высокоуровневые сообщения федерации появились перед Суха, его ужасная хакерская способность позволила ему получать новости без каких-либо недостатков, рано утром следующего дня штаб-квартира Ассоциации способностей происхождения сделала ход, информация этих 36 основных членов 9 змей постоянно подвергались разоблачению, сначала Суха знал только 5, но теперь их стало 12, точно так же информация об этих внешних учениках постепенно раскрывалась, и многие талантливые члены класса Асс, также были схвачены, Суха отправился на встречу с ними на обратном пути, четверо таланты класса Асс теперь были в его руках, с тех пор, как он усовершенствовал царство небесное, это было самое легкое время, когда ему приходилось получать таланты, в таком случае, если ему удастся избавиться от этих 9 лидеров 9 змей, возможно он действительно сможет шагнуть в мир, Суха тихо притаился, ожидая, когда федерация вернет больше людей, однако счастье Суха длилось недолго, сегодня, сразу после получения другого таланта класса Асс, Суха встретил человека на обратном пути, точнее это был монах, у него была лысая голова сряса и 12 точками шрама на голове, кто ты, Суха остановился, этот монах сложил обе ладони, этот бедный монах верит в происхождение тхармы, как 9 глава 9 змей, кажется у нас может быть какое-то недопонимание с этим братом, таким образом, этот бедный монах хочет пригласить этого брата поговорить, организация 9 змей, ученик Суха внезапно сжался, он не ожидал, что 9 змей смогут отследить его след, конечно же, эту организацию нельзя недооценивать, этот монах был здесь один, но он заставил Суха почувствовать сильное чувство опасности, на этот раз, это огромная проблема 9 змей, Фаюань, очевидно, Суха никогда бы не подумал, что легендарная организация 9 змей найдет его, кроме того, вместо того, чтобы отправлять большое количество людей, пришел только один человек, точнее это был лидер, 9 голова, этот монах одно предложение раскрыло слишком много информации, самопровозглашенная 9 голова должна быть получена от змей с 9 головами, а лидеры названы первой головой, второй головой и т.д. Этот монах должен быть ранжирован по наименьшему числу, но было ли оно определено на основе силы, неизвестно, выражение лица Суха совсем не изменилось, но в его голове вспыхнуло бесчисленное количество мыслей, опасно, это было его первое впечатление от этого монаха, до сих пор число людей, которые могли заставить его чувствовать себя осторожным, было невелико, что касается этого монаха, слабая аура, излучаемая его телом, раскрыла его личность, талантливого эспера ранга эс, который в настоящее время находится в мире, очевидно, что не было много эсперов с талантом класса эс, которые смогли бы войти в мировое царство, Суха попытался создать модель, чтобы проанализировать его, но потерпел неудачу, сила оригинального таланта в основном превратилась в правило силы, и было бы невозможно построить модель происхождения из него, я не могу видеть сквозь него, Суха слегка нахмурился, хотя анализ моделей был мощным, не было никакого решения против этих мировых эсперов, его маленькой силе правил не хватило, чтобы создать модель из силы правил, этот брат пытается скопировать талант этого бедного монаха, монах звучал удивленно, ты обдумал это, Суха продолжил с покерным лицом, умение копировать талант пяти основных членов Нини Снакис было действительно злым, талант этого брата должен быть связан с копированием, однако, как мировой эспер, зачем это нужно, монах выглядел таким милосердным, этот брат лучше следовать за этим бедным монахом подальше, глаза Суха подсознательно сузился, этот монах очевидно, подвергся исследованию своей силы прежде, чем прийти сюда, этот монах должен быть выше первого уровня мирового царства, иначе он не посмеет быть таким смелым, этот монах пришел в нужное время, он хотел увидеть силу девяти змей, если ты побьешь меня, я уйду с тобой, Суха ухмыльнулся, поскольку он не мог анализировать с помощью своего анализа модели, ему было лень больше обмениваться словами с этим парнем, Амитабха, этот монах сложил обе ладони вместе как ритуал, тогда этот бедный монах должен был обидеть вас, бум, лучи света циркулировали, в одно мгновение Суха излучал яркий свет из обеих рук, перчатки, сформированные с помощью рули форца, были на месте, и на его ногах облачные ступни были надеты, как и обычные туфли, махнув правой рукой, появился великолепный синий световой меч, когда его фигура плыла в воздухе, Суха немедленно сделал свой ход, гора-разрушитель, раскол воды, Суха атаковал те две техники происхождения, которые сопровождали его, когда меч Синхи в его руках расцвел, эти два хода смогли произвести ужасающую силу, не говоря уже о том, что за ними последовал еще один ход Сухаа, разрушитель снов темной луны, жужжание, появилась темная луна, эта комбинация ходы были настолько умелыми, что между ними почти не было паузы, внутри тьмы было также несколько игл бестеневых богов, в которые Сухаа тайно смешал, амитабха, с буддийским пением этот монах встал, когда Сухаа подумал, что собирается сделать какой-то большой шаг, он с удивлением обнаружил, что этот монах просто остался на месте и полностью игнорировал все его атаки, может ли это быть непобедимым золотое тело, Сухаа было любопытно, монах, магическая профессия, после способности эры происхождения, подвергшейся мутации, это золотое тело будет еще более бесподобным, бум, 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 эхом раздалось несколько скучных звуков, под удивленным взглядом Сухаа все его атаки попадают в цель, будь то игла бестеневого бога или темная луна, все его атаки бомбили монаха, этот монах был запятнан кровью, когда его взорвали, вскоре он беспомощно встал и остановился, черт, Сухаа застыл, что это, планирует ли это монах, чтобы обратить его, амитабха, монах произнес еще одну буддийскую фразу, и вокруг него вспыхнул насыщенный золотой свет, травмы на его теле были мгновенно исцелены, затем он фактически напал на Сухаа напрямую, Сухаа ухмыльнулся и поднял меч, чтобы сопротивляться, монах, похоже, не был сильным, так как Сухаа полностью доминировал в борьбе за минуты, с нынешней силой Сухаа это было не так, трудно идти против любого обычного мира эсперов, не стоит забывать, что этот монах действительно соревновался с ним, используя свое физическое тело, разве это не преследовало собственную смерть, бум, бум, кулаки и ступни пересекались друг с другом, Сухаа имел абсолютное преимущество, удар за ударом, монаха избивали все больше и больше, и можно было видеть, как его синяки распухли, в настоящее время, что касается сингахского меча Сухаа, то он нанес еще больше шрамов на теле монаха, сила этого монаха была неплохой, но он был просто на уровне обычного мирового эспера, перед Сухаа он просто не смог устоять, однако Сухаа нахмурился все сильнее и сильнее, что-то пошло не так, сила, отображаемая этим монах был неправ, первое, независимо от того, сколько раз он увеличил свою силу, он все равно не мог убить этого монаха, другими словами, несмотря на то, что монах оказался в абсолютно невыгодном положении, даже если он несколько раз был на грани жизни и смерти, этот монах не умрет независимо от того, как напал Сухаа, каждый раз разница всегда составляла несколько сантиметров, второй момент это проблема с талантом монаха, сила силы правил заключается в ее сущности, Сухаа не забыл об этом базовом факте, таким образом, его правило силы не могло проявить свою полную силу, но это не помешало ему узнать силу силы правил, особенно во время его путешествия по территории Тайху, он видел это много раз, но сущность силы правил этого монаха еще не появилась, теперь единственная сила силы правил монаха, это избиение и исцеление, может ли его правило быть связано с лечением, планирует ли он заставить Суха устать до смерти, атаки Суха остановились все медленнее и медленнее, прежде чем сила силы этого монаха была раскрыта, он только поддерживал свою текущую силу и больше не шел на шаг вперед, как будто достиг своего предела, бум, бум, Сухаа все еще бил монаха, как сумасшедший, это было все тоже абсолютное подавление, поскольку нынешняя сила могла подавить этого монаха, ему не нужно было увеличить его силу, чтобы убить монаха, выглядело так, как будто он хотел убить этого монаха и приложил немало усилий, но он достиг своего предела и не смог убить своего монаха беспомощно, он хотел посмотреть, что планирует сделать этот монах, умри за меня, гнев Сухаа нахлынул так, словно он был очень зол на упрямство монаха, разрушитель гор, раскол воды, разрушитель снов темной луны, игла бога без тени, на самом деле Сухаа уже использовал все его силы, с помощью облака Степпинга его сила была еще более пугающей, каждая его нога весила более 10 тысяч фунтов, показанная им сила достигла пика мирового уровня первого уровня, однако это все еще не могло убить этого монаха, после еще нескольких минут противостояния этот монах, похоже, наконец-то определил силу Сухаа, бум, Сухаа ударил его еще раз и было видно, что тело и кровь монаха распадаются, как будто он может умереть в любой момент, но ему все же удалось сохранить луч жизнеспособности, вспыхнул золотой свет и тело монаха быстро зажило, еще раз он подполз хрипом и посмотрел на Сухаа, на этот раз это было то же самое бесконечное убийственное намерение, выброшенное из его тела, монах Аскет, Фаюань, извините, что обидел вас, бум, этот монах двинулся мгновенно, вспыхнул золотой свет и ужасающая сила прижалась к Сухаа, Сухаа также направил удар в то же время, тем не менее, он все еще чувствовал огромную силу и все его тело было уничтожено, это было на самом деле дальше, чем когда Фаюань был уничтожен, как это могло быть, Сухаа встал, хотя в тот момент серьезных травм не было, было довольно неловко, глядя на монаха, который стоял неподвижно, Сухаа, казалось, что-то думал, аскет-монах, это твоя скрытая сила, взгляд Сухаа было очень холодно, только страданием в этом мире мы можем обрести благословение, у монаха было бледное лицо, но его лицо цвело в золотом свете, и аура его тела началась подняться бесконечно, брат, пожалуйста, следуй за этим монахом на прогулку, бум, ужасная аура устремилась к Сухаа, Сухаа мог ясно почувствовать приближение непреодолимой таинственной силы, бум, Сухаа выплюнул кровь, что это за сила, Сухаа был ошеломлен, этот бедный монах получит столько же сил, сколько я страдал от боли, монах был спокоен как никогда, когда пришла эра происхождения способностей, этот мир возродился, по его мнению, это было лучшее время для буддишем, чтобы осветить мир, посмотрите, сколько людей ждет спасения, сколько людей страдают, с появлением этой способности происхождения, это позволило буддизму распространиться по всему миру, этот неспокойный мир, это было просто лучшее время для появления Будды, с появлением его таланта, аскет монах был еще более уверен в этом, вынося боль он получит эквивалентную силу, насколько честен мой Будда, чтобы популяризировать тхарму, чтобы получить больше силы, его тело теперь находилось под воздействием наркотиков и стало чрезвычайно чувствительным, даже нормальное столкновение, боль, которую он испытывал, было похоже на порезание собственной плоти или рожать, он знал, что у этого человека перед ним было что-то скрытое, но ему было все равно, с болью увеличенной в десятки раз, сила, которую он получил, будет, естественно, искажена и в десятки раз, может быть, у этого человека была скрытая сила, которую можно увеличить в десятки раз, это было абсолютно невозможно, амитабха, монах стоял неподвижно, пока его все тело было ярко освещено, это было сродни фениксу, и его сила в сжатом состоянии была сравнима с эспером мира третьего уровня, эта сила уже намного опередила короля огня и я на тянью в то время в территории тэйху, бум, монах снова напал, вспыхнул яркий свет, и сухая был взорван без шанса сопротивляться, быстро, и такая сила, сухая была шеломлен, этот монах, как он мог иметь такая страшная сила, независимо от того, насколько не безразличен талант класса С, все равно будут ограничения, ты пытаешься меня дразнить даже с помощью искусства, омоложения, чтобы напрямую подняться с уровня 1 на уровень 3 в мире, это было абсолютно невозможно, он набрал столько сил как много болей он перенес, сухая снова вспомнил это предложение, однако смутно он чувствовал, что что-то не так, что на самом деле здесь происходит, как фармацевт сухая быстро подумала возможности, повышение чувствительности агент препарат, повышающий чувствительность, сухая подумала возможности, он был фармацевтом, хотя его уровень знаний не был таким высоким, это не мешало ему иметь знания в области фармации, препараты, повышающие чувствительность, были одним из 10 уникальных препаратов в фармацевтике, чтобы облегчить боль, вызванную препаратом, усиливающим черный рынок, он и Чжан Чжанянь ранее использовали чувствительный препарат, который притупляет чувствительность, эти препараты были совершенно особенными, и обычные люди даже не будут их рассматривать, этот аскетический монах, стандарт измерения его таланта основывался на степени боли, которую он чувствует, другими словами, не имело значения, сколько сухая должен был заплатить за энергию, боль, перенесенная эспером, была самой важной, если сила сухая была чрезвычайно ужасающей, и все же монах не пострадал, его талант не сработал бы, однако, если бы был задействован чувствительный наркотик, один единственный удар мог бы произвести немыслимая боль, и тогда этот аскет-монах сможет вызвать ужасную силу, неудивительно, что он стал таким могущественным, сухая пришел к пониманию, талант этого монаха-аскета был поистине безобидным, однако сухая не радовался ни на секунду, как монах ясно объяснил, сила, которую он получил, будет эквивалентна количеству страданий, которые он перенес, сухая никогда бы не подумал, что его так легко пережить, физическое столкновение само по себе было жестким с самого начала, если вы добавите лекарства, повышающие чувствительность, по мнению сухая, количество чувствительного лекарства, принимаемого этим монахом, определенно не было в небольшой дозировке, это настоящий сумасшедший, сухая был в сильном шоке, даже когда он чувствовал, что его настойчивость была удивительной, он не смел терпеть такую боль, не говоря уже о том, что лицо этого монаха не изменилось вообще под воздействием наркотика, повышающего чувствительность, очевидно он давно привык к такой боли, такой ужасный противник определенно был головной болью для всех, бум, монах снова бросился на сухая, поступающий импульс был удивительным, когда на тебя напала сила, которая в десятки раз превзошла самого себя, это не было большим опытом, даже если бы скрытая сила сухая полностью прорекла перед этим монахом, его бы только избили, сухая не мог сразиться с мощной силой, сравнимой с мировым эспером третьего уровня, продолжая упорствовать, и все должно быть хорошо, сухая стиснул зубы, этот талант был слишком силен, сухая полагал, что власть монаха имеет временные ограничения и что он будет в порядке, пока сухая сможет продержаться до конца монаха, внезапное повышение силы, однако монах не дал такой возможности сухая, атаки, исходящие от его кулаков, становились все более и более интенсивными, время от времени монах выносил все прилавки из сухая, он вообще не сопротивлялся, пока это не было одноразовым убийством, он не стал бы я умру, противостояние с сухая сделает его сильнее только после того, как он получит больше травм, это ужасающий момент таскета монаха, пока он начинал, ничто не могло его остановить, его атаки становились все более и более безжалостными, он полностью игнорировал атаки сухая, но его боевая мощь значительно возросла, у сухая не было шанса отомстить, если он не предпримет никаких действий, монах будет более свирепым, если он сделает ход, монах не будет сопротивляться вообще, но заимствует силу сухая, чтобы накопить урон, чтобы вместо этого увеличить свою силу, его лицо было все так же холодно и холодно, это человек, сухая проклял в своем сердце, этот монах был слишком спокоен, зачистка костей была для него игрушкой, независимо от того, сколько болей он перенес на лице монаха не было никаких признаков изменений, как будто пострадавший был не им, все религиозные люди, маньяки, сухая не случайно наложил ярлык на монаха, однако, в любом случае, текущая ситуация состояла в том, что он был на грани проигрыша, и он мог отступать только с каждым шагом, отступление, и отступайте снова, и в т.т. сухая отправили в полет, кровь брызнула повсюду, сухая с сожалением приземлился на землю с воздуха, прошло так много времени с тех пор, как он получил такую серьезную травму, однако монах перед ним остановился, происхождение аватара оказалось неэффективным, каждая техника происхождения была бесполезна, на самом деле, даже богоподобное состояние, на которое сухая всегда полагался, было неэффективным против него, это был просто ежик, неудивительно, что он так высокомерен, сухая сказал с ненавистью, так что, если он сильный, оппонент просто атаковал, игнорируя его атаки, вместо этого все атаки сухая стали источником энергии перед этим противником, сила правила, полученная из таланта степени С, была просто слишком ужасающей, это суть правила сила, сухая сжал кулаки, ему нужно было найти решение, в противном случае, может даже не быть возможности сбежать, вместо этого он был бы избит до смерти этим парнем, независимо от того, насколько он быстр, перед этим монахом, который в десятки раз сильнее, надежды было совсем немного, он должен думать об аэронативе, сила правила, полученная из таланта сорта С, действительно настолько сильна, сухая не верил в это, таланты сорта С действительно сильный, и даже может позволить себе сражаться наравне с более высокими уровнями в мире, тем не менее, сухая полагал, что переход от уровня мира 1 к уровню 3 и даже сближение с мировыми силами было слишком большим, основываясь на знаниях сухая, сухая о талантах класса С, когда-то такой сильный талант, у него должны быть свои недостатки, каковы недостатки аскета монаха, глаза сухая холодно вспыхнули, бум, вспыхнул золотой свет, призрачный спринт, сухая пришел в себя, используя свой первоначальный аватар, чтобы избежать атаки монаха, он удалялся все дальше и дальше от монаха, пока монах решительно преследовал его, на самом деле скорость монаха превышала его во много раз, это было выгодно от внезапного повышения, всестороннего улучшения, жужжание, красный и синий свет вспыхнули, сухая наконец активировал иллюзионную реальность, бум, бум, после нескольких атак сухая каким-то образом удалось избежать входящих атак, с помощью синхронизации пространства и реальности иллюзии сухая наконец-то смог бежать, но он также знал, что это не было долговременным решением, хотя монах, конечно же, не продержится намного дольше, бесчисленных сил, приобретенных ранее, было определенно достаточно, чтобы поддержать его, по крайней мере, он прослужит дольше, чем сухая, монах продолжал преследовать его яростно, он был бы спокоен как дева и одновременно двигался как сумасшедший кролик, когда монах принял режим бешенства, насильственная сила обрушилась бы, как водопад, фигура сухая была сродни маленькой развивающейся лодки посреди бушующего моря, которую можно опрокинуть в любой момент, в таком кризисе сухая искал линию надежды, есть только два пути, такие мысли вспыхнули в голове сухая, а не должен был убить одним ударом, пока против монаха была применена более мощная сила, сила монаха Аскета была бы полной шуткой, однако, по оценкам сухая он не обладал такой силой, собственная защита монаха не была плохой, но бесполезной, если бы он использовал всю свою силу, сомневаюсь, что монах защитит его в лоб, а затем возьмет остальную часть урона, если бы он не мог умереть к тому времени, это было бы чертовски плохо, второй способ найти слабость Аскета монаха, талант класса АС разве не было бы слабости, сухая похолодел, он посмотрел на этого свирепого монаха перед собой, помимо временных ограничений, должны быть и другие недостатки, например, сухая, казалось, что-то думал, его глаза загорелись, сколько болей он мог вынести, хотя это звучало как бессмысленное предложение, сухая, казалось, что-то понял, почему этот талант был таким неугомонным, это все из-за наркотика, повышающего чувствительность, если бы это был просто нормальный Аскет монах, боль в усилении силы, скорее всего, было бы отношение один к одному или один к двум или три самые большие, причина, по которой этот монах был таким могущественным, заключалась в эффекте повышающего чувствительность лекарства, которое усиливало его боль и позволяло ему стать сильнее, это означало, что было бы легче набраться сил, поэтому этот монах мог войти в мир третьего уровня за считанные минуты, разве это не означает еще один факт, предел его страданий, если предположить, что сто единиц полученной боли будут преобразованы в сто единиц силы, тем не менее, этот монах был как активация мошенничества, имея всего десять единиц боли, он мог обменять на сто единиц страдания, но это также означало, что он получит сто единиц силы, но, что если этот предел будет превышен, независимо от того, насколько сильным был этот монах, должен быть верхний предел, таким образом, что если предел, определенный этим талантом ранга С, был превышен, всегда есть предел того, сколько человек может вынести, Сухаа выглядел задумчивым, бум, удар прошел мимо, уход за кровавым следом на лице монах не давал Сухаа времени на размышления, когда Сухаа оправился от своих мыслей, он также без колебаний напал, боль, да, это был его единственный шанс, бум, Сухаа бросился вперед, чтобы встретиться с монахом в лоб, тем не менее, вместо того, чтобы называть это борьбой, его можно также назвать оскорблением, при нынешней силе Сухаа разрыв с монахом был слишком большим, однако, несмотря на то, что кровь покрывала все его тело, Сухаа не отступил, его глаза все еще были мрачными, брат, пора покончить с этим, монах потерял терпение, бум, вспыхнул золотой свет, на этот раз монах сконцентрировал ужасающую атаку и нацелился на Сухаа, если он ударит, даже если Сухаа не умрет, он все равно окажется калекой, однако неожиданно в это время Сухаа бросился к монаху и внезапно разразился ярким блеском, шух, шух, появились плотно упакованные серебряные иглы, монах испугался на секунду, ранее, когда он увидел, как Сухаа вызвал одну игла бестеневого бога, он подумал, что это уже козырь Сухаа, бестеневая игла бога была ничем иным, как пограничным духом четвертого класса вы дразните меня сейчас, вы ухаживаете за смертью, тон монаха звучал не очень хорошо, он потерял все свое терпение, ах, хотя он мог получить боль от боли, это было только временное состояние, и он не был мазохистом, кто хотел бы страдать ни за что без необходимости, однако последняя борьба Сухаа, по крайней мере, в его глазах, была просто чепухой, Сухаа тоже пытается увлечь его на смерть, заблудись, монах указал пальцем на воздух и взорвал окружающий район, когда он собирался отступить, он увидел, что эти серебряные иглы не направились прямо к нему, а вместо этого рассеялись по всему воздуху, нацелившись на каждую часть тела монаха, судя по поверхностным медицинским знаниям монаха, его терпимость к боли не выдержала, все семь отверстий, грудь, ягодицы и даже его пах, самопровозглашенный монах тот, кто не боится боли, впервые изменил выражение лица, если бы эти пограничные духи четвертого класса попали в такие места, идея Сухаа была проста, поскольку вы хотите наслаждаться болью, я позволю вам довести ее до кульминации, будь ты проклят нехорошо, выражение монаха сильно изменилось, из-за своего прошлого опыта он в основном презирал Сухаа все больше и больше, даже необходимые защитные меры ему лень было возиться с ними, так как Сухаа не мог убить его, любая атака Сухаа только усилила бы его силу, поскольку это было бы так, с его силой он даже положил бы Сухаа в свои глаза, таким образом, когда так много бессмертных игл Бога атаковали одновременно, он просто не смог ответить, быстро, они были слишком быстры, руки Сухаа были быстрыми, в тот момент, когда он поднял обе руки и, прежде чем кто-то успел увидеть тень, он уже вызвал бесчисленные иглы Бога без тени, что касается скорости без теневых игл Бога, говорить было нечего, один это было так быстро, что монах не успел среагировать, один на Ха-Ха его одолели, а затем неожиданно напали в таком большом масштабе монах остался полностью ослепшим, когда кризис постучал в его дверь, в его голове возникла только одна мысль, как могло быть так много пограничных духов четвертого класса, это вообще нелогично, что на самом деле здесь происходило, к сожалению, некому было дать ему объяснение, когда бесчисленные серебряные иглы вонзились в его тело, невероятно быстрые серебряные иглы вошли в его тело таким деликатное расположение, что монах наконец издал один адский крик, больно, глаза монаха покраснили, даже под атаками игл Бога Бестеневшего, когда они достигли обоих глаз, он смог противостоять наступающему нападению своей своевременной защитой и веками, предотвращая разрушение его глаз, однако боль, вызванная проникновением, прошла прямо в его центральную нервную систему, с повышением чувствительности к наркотикам он был не в хорошей форме, однако это еще не конец, ни одно из его семи отверстий не пощадили, он мог только защищаться, однако защищать это одно, а страдать это другое дело, один удар не может повредить ваше лицо, но боль все еще будет там, несмотря на то, что монаху удалось заблокировать иглы Сухоа Бестенебога, боль, причиняемая пограничными духами четвертого класса, когда они касались его чувствительных позиций, была более сильной, ушные отверстия, рот, чем больше ужасающими целями были его нижняя часть тела и пах, хризантема неожиданно расцвела так, этой позиции Сухоа уделил самое особое внимание, половина его игл Бестеневого Бога были расстреляны там, когда атаки достигли цели, монах наконец понял, что это за боль, боль, это больно, так больно, монах выглядел как сумасшедший, если ему удастся почувствовать это на секунду раньше, он может заранее отклонить иглу Сумерки Бога Бестене, с парой железных кулаков внезапное увеличение силы было определенно достаточным, чтобы сбить с ног игл Богов, однако он уже опустил свою охрану, в такой ситуации, которую Сухоа сознательно создал он наконец мог выполнить такую страшную контратаку, бум, 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 было много золотых световых лучей, монах безумно излил силу в своем теле, потерпев такую невообразимую боль, его сила в этот момент была бесконечно увеличена, буквально через мгновение его сила даже достигла пика мирового царства, и на самом деле оно еще не остановилось, неопределенно это все еще увеличивалось, такая сильная сила, Сухоа был потрясен, когда он ошеломлен, действительно достойный того, чтобы быть силой правила, полученной из талант-класса С, от эспера мирового уровня до самого высокого уровня от второго до третьего уровня, и даже направляясь к территории самого сильного эспера, как это было непростительно, Сухоа ушел с дороги так далеко, как только мог, в момент нападения, нынешний монах уже вышел из-под контроля, он больше не мог это остановить, все деревья в окрестностях пострадали от бедствия, поскольку взрывная сила больше не была под его контролем, она перетекла в окружающую среду, что еще более важно, сколько болей он должен был перенести, чтобы получить такую небесную силу, бум, часть леса исчезла, бум, была образована одна гигантская глубокая дыра, бум, вдали, в одно мгновение, гора была уплощена, Сухоа был очень удивлен, конечно, он не останавливал движение ног, Сухоа бегал все дальше и дальше, фактически он скрылся из поля зрения монаха, он не хотел, чтобы монах нацелился на него, когда его боль ослабла в последнюю секунду, он только наблюдал эту сцену через синхронизировать пространство, пока все вокруг монаха не превратилось в руины, это последнее безумие длилось долго, через полчаса монах постепенно остановился, Сухоа заинтересовался текущей ситуацией и заметил, что когда этот парень замедлился, он немного поправился, и на его теле, он был покрыт пятнами, он был особенно сконцентрирован на нижней части тела, поскольку боль исходила сверху, под воздействием игл бога без тени и центральных нервов, у монаха не была энергия, чтобы защитить более поздние иглы бога без тени, не говоря уже о том, что Сухоа в основном наносил удары и наносил удары по нижней части тела монаха, первый евнух в эпоху способностей происхождения, Сухоа заговорил новичком, кажется, наконец-то появилась преемница богини игла, если бы монах услышал эти слова, рассердится ли он до смерти, однако это была только передняя часть, после этой битвы иглы Сухоа без тени бога наконец-то завершили создание идеальных хризантемы, кровавый лотос, расцветающий за монахом, был просто потрясающим, вы не можете винить меня за это, Сухоа вздохнул, потерпи и стань человеком человечества, эти иглы без тенивых богов помогут вам стать самым сильным эспером, далеко, после того, как монах избавился от боли и неконтролируемой силы, он, наконец, упал на пол полумертвым, мертв, Сухоа прищурился, эта сцена перед ним не превзошла его ожидания, получив такой заряд силы, если бы этот монах мог выжить, он мог бы даже стать самым сильным эспером, но он все равно рухнул в последний момент, дело не в том, что он не мог продолжать, а потому, что его центральная нервная система достигла своего предела, человеческое тело не могло избежать ограничения, как только человек превысил предел сила, которую может выдержать тело, может вызвать проблемы, точно также центральная нервная система также имела свой предел, как только этот предел был превышен, свернуть, результат был довольно очевиден, в конце концов, он человек, а не бог, чтобы получить мощную силу, монах использовал наркотик, повышающий чувствительность, и почти закончил тем, что убил себя, Сухоа издевался над монахом, который дергался, как мертвая рыба на расстоянии, Шух, мелькнула фигура, Сухоа оставил полосу синего света, направляясь к монаху, в одно мгновение он оказался перед монахом, с мечом Синхой в руке он обезглавил монаха, именно в этот момент монах внезапно открыл свои кроваво-красные глаза, показывая отчаянный взгляд, следуйте за этим бедным монахом вместе, бум, взрыв ужасающего золотого света, в конце концов, монах все еще оставил часть мощной силы в своем теле, сохраняя свой последний вздох, он хотел убить Сухоа, когда он торопился убить его, я буду сопровождать вас и играть с вами, как только мы достигнем ада, монах едва мог скрыть его глубокую ненависть, эта боль раньше заставила его рухнуть, с такой ненавистью больше нельзя мириться, посмотрев на Сухоа, который собирался умереть вместе с ним, он наконец обнаружил след облегчения, с того момента, как Сухоа сделал свой ход, до сих пор это выглядело менее чем за полсекунды, обе их реакции буквально достигли предела, кто бы мог подумать, что в этот момент они все еще будут сражаться с умом, однако, видя, что Сухоа все еще имел то же выражение, у монаха внезапно возникло ощущение, что что-то не так, в это время, в самый последний момент, это был шаг камикадзе, почему лицо Сухоа остается прежним, все та же холодность, даже если вы полны решимости, вам не нужно подходить к нему, чтобы просто убить, верно, в это время Сухоа, который все еще держал меч Синхи, отрубил голову монаху, даже когда он знал, что умрет вместе, его выражение лица оставалось неизменным, что-то не так, монах внезапно запаниковал, как святой золотой свет вспыхнул, он внезапно потянулся, чтобы схватить Сухоа, шух, фигура исчезла, может ли это быть, монах внезапно вспомнил, ранее Сухоа использовал тот же ход против него, тот же трюк, он яростно поднял голову и отвел взгляд, как и ожидалось, фигура незаметно раскрылась, Сухоа наблюдал, как он вспыхнул золотым светом издалека, махая рукой монаху, и в ты-ты, монаха вырвала кровью на месте, бум, золотой свет вспыхнул, монах даже не успел произнести последнее предложение и был ошеломлен последней силой, которую он оставил позади, это была сила, соперничающая с самым сильным эспером, в небо взошло грибное облако, хе-хе, это не талант С-класса, это явно класс М, один Сухоа вздохнул, у него не было хорошего впечатления от таланта этой категории М, только после того, как монах умер, он захотел уйти, однако он никогда не думал, что когда он сделал менее пяти шагов, его внезапно покрыл полупрозрачный черный свет, кто? Сухоа был шокирован, он не мог обнаружить никого вокруг, подняв голову, Сухоа обнаружил, что свет действительно пришел с неба, полупрозрачный черный световой луч был похож на завесу, что за странный талант это в этот раз, ученики Сухоа сузились, теперь он освоил более ста тысяч талантов, и он, естественно, мог видеть, что это талант класса С с первого взгляда, только девять змей могли совершить этот подвиг, с тех пор, как умерла девятая голова, Сухоа снова стал мишенью, действительно ужасающая организация, Сухоа был в шоке, поскольку этот монах из девятой головы был таким могущественным, как насчет оставшихся восьми голов, тот, кто целится в него прямо сейчас, должен быть одним из них, кто-то снова придет, Сухоа прищурился, однако вскоре он понял, что нет один пришел, этот черный свет был вызван законом, устанавливающим смерть монаха на нем, смысл этого черного света заключался в цели, хотя, до сих пор не было предпринято никаких шагов, рано или поздно, Сухоа совсем не обрадовался, это не какая-то шутка, если бы у него хватило сил противостоять девяти змеям, как бы он заставил ассоциацию способностей происхождения сделать это вместо этого, прямо сейчас этот Фаюан чуть не стал причиной его смерти, если есть еще один ужасающий талант класса С, отступление, Сухоа остался без колебаний, когда он ушел, черный свет, запертый на нем, со временем действительно угас, к счастью, я сбежал, Сухоа глубоко вздохнул с облегчением, однако, как только черный свет постепенно исчез, внезапно ударила молния, когда небо было завалено плотными облаками, невероятная сила медленно сгущалась в воздухе, убегающий Сухоа внезапно почувствовал сильное чувство наблюдения, также было плотное чувство приближающегося кризиса, я становлюсь целью, сердце Сухоа пропустило удар, плюс это сила, Сухоа посмотрел на небо, оба его кулака сжались так сильно, что побелели, он только что закончил сражаться с Фаюанем, хотя он в конце концов победил, у него почти не осталось сил, не говоря уже о том, что, просто взглянув на эту ужасающую силу в небе, он был уверен, что не справится с этим, не говоря уже о его нынешнем, даже на пике, он не осмелился взять его в лоб, потому что это была настоящая сила пика мирового эспера, бум, слышен звук грома, эхом, мир потерял свой цвет, отступающие шаги Сухоа отмечались, хотя черный свет на его теле погас до такой степени, что им можно было пренебречь, он знал, что на этот раз ему не избежать, сила этого человека из девяти змей захватила его, эти серии молнии могут упасть в любой момент, нанеся ему удар, это было из мира эсперов третьего уровня, сила, которая действительно достигла пика мирового царства, старый предок семьи Су, старый предок семьи Тянь Лилы, Сухоа чувствовал знакомые элементы этой ауры, он не мог убежать, блокировать его было лобовым единственный путь, Сухоа поднял голову, глядя на небо, он знал, что даже если кто-то был могущественным, он не мог запереть человека из воздуха, кроме того, этот человек не знал его настоящего имени, единственной информацией, которую имел этот человек, было, скорее всего, его поддельное имя, Вумин, таким образом, это должно исходить от ауры, оставленной Фаюаним, другими словами, у этого человека был только один шанс напасть на него, одна атака, Сухоа остановился, вместо того, чтобы пытаться бежать от атаки, которая быстрее, чем его скорость, и в конечном итоге погибнуть, может с тем же успехом нанести этот смертельный удар и посмотреть, сможет ли он выдержать его, несмотря на ужас пика мирового эспера, так как он был так далеко, он не должен быть таким мощным, верно, плюс у него был какой-то другой вариант, Сухоа улыбнулся горько, в этот момент небо внезапно наполнилось ярким светом, это скоро придет, Сухоа был шокирован, будет ли он выжить или нет, был только один шанс, с мечом Сенхе, призванным с оставшимися иглами бога без теней, осталось только более дюжины, так как огромное сражение ранее поглотило большую часть его силы, Сухоа холодно посмотрел на небо, в это время прибыл черный гром, бум, удар грома был потрясающим, черная молния упала с неба, заставляя окружающее пространство искажаться, даже цвет лица Сухоа изменился после того, как он приготовился, обнаружили пропущенную главу или т.п., сообщите в комментариях для быстрого исправления, спасибо, приходите, все его иглы без божьих богов напали, шух, больше, чем дюжины, игл без теневых богов вырвалось, перед черной молниеносной Бо, они не продержались ни одной миллисекунды, пока не превратились в ничто, неудачная демонстрация Сухоа его техники происхождения внезапно закончилась, сильный, слишком сильный, когда он увидел мощь черной молнии Бо, Сухоа был полностью ошеломлен, как это могло быть, даже после долгого времени, вложенного в Фаюань, сила этого человека не была слабее Лилия, как это могло быть, даже Лилей не мог быть таким могущественным, с такой силой, как он мог сопротивляться, забудьте о бегстве, через одну милле секунду Сухоа подвергнется бомбардировке, пока не останется ничего от его тела, что делать тогда, ум Сухоа работал как можно быстрее, казалось, что время замедлилось, а его мысли ускорились, он продолжал анализировать и выводить нон-стоп, может ли этот парень действительно быть сильнее Лилия, нет, абсолютно не возьма, даже если у талантливого Эспера ранга С есть неотъемлемое преимущество, Лилей был человеком, который сделал полшага на территории самого сильного Эспера, тогда почему эта сила была такой мощной, если только, может ли талант этого парня, нет, более подходящим словом будет правило силы, само по себе это супер дальний тип, я не могу быть таким несчастливым, верно, Сухоа слабо улыбнулся горькой улыбкой, дальний талант ура крайне редок, что касается силы правил, то еще реже можно было сказать, что такой вещи не существует, талант, домен, сила правил, все три уровня следовали одному и тому же естественному пути, такой путь был таким сложным, Ван Чен уже счел очень жалким получить свою волновую силу, если бы не его чрезвычайно сильный талант и благословение иметь девять духовных рыб у него не было бы квалификации, чтобы вступить в мировое царство, даже со средним талантом способностей у кого-то может даже не быть уверенности, что он сможет достичь такого умения, не говоря уже о редких дальнобойных талантах, прямо сейчас был один, и это случилось с быть талантливым в классе С, и все же Сухо столкнулся с таким персонажем, насколько плоха была его удача, способность дальнего радиуса действия Ура будет проявлять свой лучший потенциал только против цели дальности действия Ура, наоборот, его ближний бой не был сильным, Сухо сталкивался с кем-то с таким же типом таланта, как Мин Фэн, во время вступительного экзамена в колледж, проклятый талант, эти таланты обычно бывают на большие расстояния, хотя они были очень редки, этот талант спер и спер впереди, нынешняя сила была из-за этого типа таланта, более того, это один из лучших, что касается таланта в Нине Снакис, его нельзя измерить здравым смыслом, особенно в девяти лидерах, он был почти уверен, что каждый у одного был ненормальный талант, монах Аскет был ненормальным, и этот могущественный человек тоже, что делать потом, как защищаться, вошел черный молния бомгновения, когда Сухо обнаружил, что он может ждать только своей смерти, слишком сильный, слишком сильный, чтобы у него не было шанса сопротивляться, несмотря на то, что Сухо учел все в своих расчетах, он никогда бы не подумал, что другой стороной оказался кто-то со сверхдальновидным талантом, похожим на проклятие, в конце концов, это было выведено через иллюзию реальности, если бы это было будущее предсказание Литин Тиня, он, вероятно, смог бы увидеть это заранее, я собираюсь умереть, такие мысли приходили в голову Сухо, бум, черный громовой удар упал, во рту Сухо появилась горькая улыбка, в этот момент он внезапно почувствовал легкую жару на правой стороне своего тела, и в небо поднялся ослепительный свет, это, зрачки Сухо внезапно расширились, когда он ясно увидел, что летит, он разразился смехом, как я мог забыть об этом, черно-белый свет противостоял друг другу, сила черной молнии Бо был восхитителен, так как нес в себе густую ауру смерти, хотя это не было проклятием, оно не должно быть чем-то вроде положительной силы, тем не менее, белый блеск дал человеку ощущение невообразимой мягкости, которая сделала его счастливым, когда две силы противостояли друг другу в воздухе, разразилось извержение, бум, волны ряби рассеялись, мир дрогнул, мощная аура разбудила всех в близлежащих городах, что удивило Сухо, так это то, что невозможно было запереть его, не зная его личности, у этого человека был только один выстрел, после того, как черная молния исчезла, блеск в небе также последовал его примеру, я живу, Сухо порадовался новой жизни, шух, с неба тихо упал камень, Сухо протянул руку и поймал его, это обычный камень, который не был необычным в любом случае, и это принесло ему невероятный сюрприз, звездный камень, в территории тихо это волшебное сокровище, которое он получил от короля огня, спасло ему жизнь в самый критический момент, поскольку это был талант с очень большой дистанцией, то с вероятностью в 90% это было бы проклятие или тип бедствия, в любом случае, враг не будет применять ему какие-либо приемы удачи, и это была единственная роль звездного камня, спасибо, Сухо сжал звезду, камень, после одного использования звездный камень полностью превратился в обычный камень, и он больше не обладал прочностью, теперь он мог восстанавливаться медленно и оставался непригодным для использования в течение короткого периода времени, отложив звездный камень, Сухо заметил, что к нему приближаются несколько красных точек на 2D карте, таким образом он немедленно ушел, две огромные битвы подряд, первая была против Фаюаня, это было настолько масштабное сражение, что из первых близлежащих городах, вероятно, были бы шокированы сражением, что касается второго сражения, это было еще более удивительно, такой масштаб ауры, как это могло не двигать их, Сухо все еще не хотел, чтобы его личность была раскрыта так рано, следует отметить, что нынешним его звали Умин, имя Сухо по-прежнему оставалось кланом, глава 7 ИСУ один с большим умом, но калека, который ничего не может сделать, каждый раз, путешествуя по сети, он видел, сколько его поклонников утешают друг друга за то, что их насмехаются враги, если бы они знали, что Сухо перешагнул всех этих эсперов мира первого уровня, как бы они себя чувствовали, в глазах всего мира Сухо все еще был человеком с удивительным талантом, но получил увечья сразу после того, как прорвался в царство доменов, такая ситуация была очень распространенной, ведь талантливых эсперов было слишком много, в конце концов, скольким удастся вступить в мировое царство и стать сильным, сколько людей погибло во время битвы на территории Тайху, они были просто костями на пути, пройденном сильные эсперы, другая причина, по которой он ушел, была из-за силы девяти змей, это была не шутка, теперь, когда он лично испытал, насколько могущественно девять змей, Сухо не хотел отправлять себя на смерть, все еще было хорошо, когда он был вумином, но когда раскрылась его настоящая личность Сухо, ну, Сухо уже мог предвидеть ситуацию, когда растоптали семью Су, это действительно неприятно, Сухо был беспомощен, в конце концов, это был вопрос силы, он был все еще слаб, если у него была сила, как у Лилия, чего там бояться, конечно, когда придет это время, ему придется столкнуться с новыми вызовами, Сухо потер свой храм, с улучшением силы его взгляд на мир постоянно менялся, в прошлом, когда он находился в городе Цзянхи, он думал, что быть специализированным эспером достаточно для защиты его семьи, после приливов зверя он думал, что профессиональные эсперы, настоящее могущество, когда он прибыл в колледж Цзянхи, он подумал, что сможет контролировать свою судьбу, будучи доменным эспером, затем, покинув колледж Цзянхи, он обнаружил, что даже сила обычного мира эспер было недостаточно, достаточно ли силен пиковый эспер, конечно, можно ясно увидеть этот момент из предыдущей атаки, Сухо не мог избежать такого мощного движения, впрочем, и что, Су Тяньчен, Лилэй, старый предок семьи Тянь, кто из них неприкасаемый, насколько сложно защитить свою семью в этом хаотическом мире, только когда ты станешь самым сильным эспером, ты сможешь действительно изменить все, Сухо поставил перед собой новую цель, самый сильный эспер, он должен стать самым сильным эспером, похоже, мне нужно ускорить процесс сбора талантов, Сухо засветился, сначала он планировал собирать таланты неуклонно, но нынешний кризис стимулировал его, с его нынешней силой невозможно было спрятаться за великими державами, рано или поздно, даже если девять змей не предпримут никаких действий, его обнаружит ассоциация способностей происхождения, ассоциация способностей девяти змей, Сухо ворчал, поскольку он не мог спрятаться, не было необходимости прятаться, девять змей знали, что он был врагом, но ассоциация способностей происхождения еще не знала, но если бы он продолжил это, он скоро был бы обнаружен ассоциацией способностей происхождения, что, если он сейчас пойдет в ассоциацию способностей происхождения, что бы подумали девять змей, когда тайный враг и ассоциация способностей происхождения объединились, Комментарий. Будут ли 9 змей все еще надевать награду за голову? Может ли 9 змей избежать войны? Предположительно, произойдет что-то интересное. У Ха-Ха появилась улыбка. Кажется, мне нужно посетить Ассоциацию способностей происхождения. В штаб-квартире Ассоциации способностей происхождения. В прошлом Суха он пришел в Ассоциацию способностей происхождения с разными личностями. Он пришел со своей настоящей личностью и однажды с эспером из фальшивого мира. Теперь он пришел как ученик Чинге, который пережил испытания в территории Тэйху. Поэтому Ассоциация способностей происхождения естественно приветствовала его. То, что произошло в территории Тэйху, уже было известно Ассоциацией способностей происхождения. Конечно, это было не так подробно, как то, что описал Вумин. Более того, сам Умин является мировым эспером, которым они, естественно, не смеют пренебрегать. Дело в территории Тэйху. Сотрудник засветил оба глаза. Поскольку я здесь, то, очевидно, я это скажу. Суха улыбнулся. Однако как могут быть люди, которые не позволяют гостю сделать перерыв после прибытия? О, да, верно. Персонал понял он ошибся и быстро все устроил для Суха. Однако это были лишь мелкие детали. Суха просто случайно упомянул это. Его настоящей целью было девять змей. А где пожилые люди в ассоциации способностей происхождения? Эй, они все на миссии. Сотрудники сказали в таинственным тоном. Ходят слухи, что была обнаружена злая организация, убившая чиновников и многочисленные жертвы. Кроме того, для этой организации большинство ее членов – злые эксперты таланта класса С. В эти два дня их штаб-квартира была обнаружена. Естественно, каждый будет действовать. О, Суха был шокирован. Я говорю правду. Персонал продолжил его таинственный тон. Ассоциация способностей происхождения действовала только на обычных членов девяти змей. Но то, что произошло сегодня, сделала ассоциацию способностей происхождения совершенно сумасшедшей. Незадолго до вашего приезда я слышал, что убили другого чиновника. Кроме того, ранее этим утром также умер монах. Вы уверены, что это правда? Суха был действительно шокирован на этот раз. Конечно, это правда. Сотрудники шептали. Я слышал, что заместитель мыра города рядом с нами был убит, и ни одного из его останков не было видно. Все, что он делал в прошлом, было разоблачено. Жаль, что перед смертью ему удалось спрятать миллионы звездных долларов. Жаль, что найти его сейчас не возьма. Черт, обнаружили пропущенную главу или т.п. Сообщите в комментариях для быстрого исправления. Спасибо. Воскликнул Суха. Он примерно знал, что произошло. Он действительно должен был воскликнуть перед правительственными чиновниками этого города. Некоторые городские власти заметили, что что-то происходит на улице, и решили воспользоваться возможностью, чтобы разбогатеть. Заместитель мыра был убит, и этот парень свалил всю вину на девять змей. Девять змей действительно не повезло. Суха покачал головой. Так как был один, будет два. Суха считал, что это определенно не единичный случай. Рано или поздно, довольно много людей будут реагировать и делать подобные вещи. И девять змей. Они были просто лучшей целью, чтобы возложить вину на себя. Только Бог знал, что с такой скромной девять змей, как это может сделать такую забавную вещь. Дело в городе Мугуант было открыто только через столько лет. Если бы не случайный взлом Суха, никто бы не обнаружил его до сих пор. Это ясно доказало, насколько осторожно девять змей. И теперь оно было полностью разрушено. Ассоциация способностей происхождения не могла ничего сделать, кроме как вмешаться. Они могли ясно видеть, что методы отличались от прошлых, и некоторые люди создают организацию. Но как обычные люди могут видеть это, количество подражателей было не в небольших количествах, и это было самой большой проблемой. Таким образом, независимо от того, были ли ответственны девять змей, они должны были заплатить цену. Первоначальной целью девяти змей было захватить Умина и передать его в Ассоциацию способностей происхождения. Однако после этого инцидента Ассоциация способностей происхождения может быть вынуждена разобраться с ними. Кроме того, вопрос о том, что Суха теперь посещает Ассоциацию способностей происхождения, возможно, уже достигла ушей девяти змей. Теперь организация должна сражаться, даже если они этого не хотят. Только путем борьбы может быть шанс на выход. Если он не сопротивляется, их ждет только смерть. Это так называемая легенда, у которой нет другого выбора, кроме как противостоять. Суха улыбнулся равнодушно. Тебе интересно услышать, что произошло на территории Тайху? Суха посмотрел на сотрудника, принимающего его. Конечно, у обоих сотрудников загорелись оба глаза. Давай, позволь мне рассказать тебе с самого начала. Ну, в то время, организация девяти змей. Девять змей, похоже, не особо задумывались о том, как их организация выставлена или в рамке. В конце концов, они действительно делали это с самого начала. Они полагали, что, пока они поймают преступника и бросят его в ассоциацию способностей происхождения, с помощью средств ассоциации они скоро узнают правду. Таким образом, после обнаружения Вумина их отправили. На всякий случай отправили девятого главу Файюэня, который обладал невообразимой боевой силой. Хотя он всего лишь первый уровень в мире, даже другие лидеры не смеют его недооценивать. Монах Файюэнь был ужасен, если бы он использовал всю свою силу. Кроме того, его опыт убийства электростанции третьего уровня был поистине удивительным. Однако объект на вершине девятой головы взволновался. Когда появился черный свет, эти руководители девяти змей поняли, что что-то не так. Монах Файюэнь умер. Эта новость потрясла всех. Девять змей были очень потрясены этим. Какой силой обладает Файюэнь? Это сила небесная. Его талант, аскет-монах, позволил ему стать реинкарнацией живого Будды. Все, что он должен был сделать, это перенести боль. Как только он выдержит это, он станет сильнее. Не говоря уже о эсперах мира первого уровня. Даже эсперы мира второго уровня могли беспомощно смотреть только на усиление Файюэня до тех пор, пока они не будут побеждены. Что касается третьего уровня. Если кто-то не сделал этого не зная таланта аскета-монаха, возможно, даже лодка может быть опрокинута в море и в конечном итоге побеждена монахом. Даже если он встретит сильного эспера, которого не сможет победить, монах все еще мог поворачиваться и бежать. Однажды, когда монах встретил пика мирового эспера, он повернулся и побежал. Атаки сзади только заставили его бежать быстрее. Когда он бежал, поскольку на него напали сзади, монах мог бежать быстрее, пока он не умер. В то время ему действительно удалось сбежать из этого пика мирового эспера. Сила монаха была хорошо известна всем. И все же он был уже мертв. Как мог это будет. Остальные девять змей были ошарашены. Согласно данным, этот вумин был просто эспером мирового уровня. У него были некоторые возможности на территории Тайху. Но что с того? Его нельзя сравнивать с Файуяним, который сумел сбежать от пика мирового эспера и имеет опыт убийства эсперов мира третьего уровня. Что случилось? Может ли быть, что вмешался еще один эспер? Пока они размышляли, черный свет остановился на цели. И фигура вумина внезапно стала видна всем участникам девяти змей. Это был не тот, кто убил его, а тот, кто причинил вред покойному. Теперь в списке был только вумин. Это действительно он. Эспер третьего мира сказал с недоверием. Один винг-мин? Черт возьми, вумин. Пятая голова была в ярости. Будь он или нет, он должен умереть сейчас. Вторая голова выглядела холодно на фигуру вумина. После огромной битвы с Файуяним у него должно быть мало сил. А теперь дай мне посмотреть, как он собирается блокировать меня. Кровавая аура второй головы поднялась. Аура эспера мирового пика исчезла, заставив всех замолчать. Бум! Увидев, как умин убегает, вторая голова без колебания использовала мощную технику запирания. Даже обычный мировой эспер третьего уровня не смеет это игнорировать. Посмотрев на эти жалкие пограничные духи и методы происхождения, показанные вумином, каждый лидер девяти змей показал насмешливую улыбку, низкоуровневые игольчатые пограничные духи, техники происхождения, которые давно были заброшены мировыми эсперами. Он думал, что с их помощью атака может быть заблокирована. Как и предсказывалось, под черной молнией они могли видеть бледную фигуру вумина. Однако, когда они думали, что могут легко убить вумина, ослепительный белый свет внезапно поднялся в небо, прежде чем сцена закончилась бесконечным черно-белым светом, окутывающим друг друга. Возобновившийся свет ослепил их, когда они увидели, что происходит. Щелк. Экран разбился. Зал девяти змей вернулся в реальность. Исчезли. Все были в шоке. Что это за белый свет, который блокировал атаку второй головы? Все подсознательно смотрели на своего брата. Лицо второй головы теперь выглядело безобразно. Трещина. Чаша в его руке была сжата в пудру. Будучи благословенным удачей она почувствовала неприятную ауру. Взгляд второй головы был холодным, когда он с горечью сказал. На его теле были сокровища с благословением удачи, которые отменили мою силу правил. Конечно, он необычный. Все были ошеломлены. В это время, кто бы все еще думал, что Умин обычный человек. Он мог не только убить Фаюаня, он даже обладал такими редкими сокровищами. Что делать потом? Должны ли мы спросить босса? Хэмэмэм. Вторая голова насмешливо произнесла. Благословение удачи как раз случилось с моим талантом. Хотя мой талант неэффективен против него, это не значит, что он силен. Просто эспер мирового уровня первого уровня, даже если ему удалось убить Фаюаня, он просто доказал, что он немного сильнее обычных эсперов. Что бы ни случилось, Умин должен умереть. Все кивнули, по какой-то причине, когда умерла девятая голова, все изменилось. Для их собственного брата, между девятью с нейками и Умином один должен быть уничтожен. Он должен быть убит. Умин должен умереть. Гнев всех поднялся до небес. Но до этого, разве мы не должны урегулировать этот вопрос с ассоциацией способностей происхождения? Слышен слабый голос из седьмой головы, гасящий их гнев. Да, даже если Умин должен умереть, есть вещи, которые делаются последовательно. Теперь, когда ассоциация способностей происхождения нацелилась на них, им нужно было сначала решить этот неотложный вопрос. Нам просто нужно поймать Умина. Вторая голова глубоко вздохнула. Федерация нуждается в объяснении, а не в правде. Пока мы снимаем Умина, и они знают, что Умин был виновником, все будет хорошо. К тому времени наши девять змей станут жертвами, а Умин станет убийцей. К тому времени наша организация сможет воспользоваться этой возможностью, чтобы снова спрятаться. Вторая голова в одно мгновение успокоила его гнев, когда он быстро проанализировал причину и следствие этого вопроса. Люди быстро сошлись во мнении, что Умина нельзя убивать, а нужно поймать. Однако сразу после того, как они пришли к соглашению и снова собирались вступить в конфликт с Умином, пришли новости, которые сделали их совершенно ошеломленными. Умин пошел в ассоциацию способностей происхождения. Не только он пошел туда, он даже сидел в вип-кресле, из-за чего все лидеры девяти змей были ошарашены. Что теперь делать, поймать Умина, даст ли Умин им шанс? Что касается распространения слухов, пока вы видите, что это распространение слухов Нини Снакис, кто бы поверил в это, черт бы побрал этого парня. Все в Нини Снакис были в ярости, какую ненависть у них была у Умина, что он хотел поймать их в угол. Девять змей оставались сдержанными много лет, у них не было много членов с тридцать шесть основными членами. Однако за такой короткий промежуток времени один основной член умер, и даже один из лидеров умер, и они стали мишенью ассоциации способностей происхождения. Что касается этих учеников они готовились спрятаться. Ассоциация способностей происхождения захватила еще больше учеников. Теперь, когда вся ассоциация способностей происхождения начала действовать, она просто двигалась в том темпе, в котором они хотят раз и навсегда уничтожить девять змей. Нет времени беспокоиться о нем. Седьмая глава спокойно объяснила. Так как Умин спрятался в ассоциации способностей происхождения, мы все равно не можем его трогать, пока мы на него влияем. С точки зрения посторонних это сродни провоцированию ассоциации способностей происхождения. Теперь, когда члены, посланные ассоциацией способностей происхождения, пытаются уничтожить девять змей, кажется, что этого сражения нельзя избежать. Тогда мы будем сражаться. Девять змей вскоре достиг консенсуса. Они только хотели избежать боя. Это было не потому, что они боялись. Забудьте о запасных членах. Настоящие члены девяти змей никогда не будут бояться. Эта серия провокаций со стороны ассоциации способностей происхождения действительно разозлила их. Ассоциация способностей происхождения действительно сильна. Так ли это федерация? Но выглядит ли девять змей легкой добычей? Каждый из них – гордый талантист класса С. С появлением искусства омоложения оно сделало всех в девяти змеях намного более сильными. Поскольку они хотят сражаться, мы будем сражаться. Пусть ассоциация способностей происхождения станет свидетелем нашей силы. Каждый лидер согласился. Не забудьте сообщить о них нашему боссу. Седьмая голова тихо сказала. Если что-то случится, об этом нужно сообщить нашему боссу. Хорошо. Вторая голова кивнула, а затем посмотрела на толпу, чтобы издать окончательный приказ. Ассоциация способностей происхождения должна прибыть. Готовьтесь к битве. На этот раз мы позволим им сожалеть о том, что встретились с нами организация. Девяти змей – такая большая организация, но в ней было всего несколько разбросанных сотрудников. Все члены девяти змей обладали способностью летать в небе, но с точки зрения боевой мощи, большинство из них все еще были пушечным мясом. При абсолютном подавлении силы они могли быть только пушечным мясом. Таким образом, ненеснокесни перезвонили этим членам. Семи из них было достаточно. В тихом лунном свете фигуры этих семи человек выглядели хрупкими. Через несколько минут в космосе появилась щель, и небо над девятью змеями исказилось. Бесчисленные вспышки света появились, как черные тени появились из щели. Пришла ассоциация способностей происхождения. Мир эсперов. Целая линейка эсперов мира. Когда состав ассоциации способностей истоков собрался, сердца девяти змей пропустили бить. Эта ассоциация способностей происхождения, которая все это время избегала войны, на самом деле накопила столько могущественных эсперов. 30 эсперов мира первого уровня, 15 эсперов мира второго уровня и 5 эсперов мира третьего уровня. В общей сложности 50 эсперов мира. Этот состав был сопоставим с группой, отправившейся в территорию Тайху. Ассоциация способностей происхождения объявила общественности, что у них было только 10 мировых эсперов. Кто бы мог подумать, что спрятал так много могущественных эсперов. Ассоциация способностей происхождения наконец прибыла и посмотрела на организацию девяти змей. Как это могло быть? Пятая глава была ошеломлена. Ассоциация способностей происхождения предпринимали действия так много раз, и все же ни разу их не обнаружили. Дело не в том, что они не были обнаружены. Седьмая голова сказала спокойно. Тем не менее, его тон звучал серьезно. Вы должны сказать, что все, кто узнал в прошлом, были замолчаны. Все были шокированы. Да, они были заставлены замолчать с такой силой, кто мог выжить при такой силе. Это 50 мировых эсперов. Однако разве Федерация не должна объединиться раньше? Шестая глава сказала с пустым выражением. Вы сделали две ошибки. Во-первых, несмотря на то, что Федерация и Ассоциация способностей происхождения сотрудничают, это не одно и то же. Даже сейчас они будут испытывать внутреннюю борьбу даже в одной фракции. Во-вторых, даже если они вместе, это приведет к тому, что только первые 10 семей вернутся в норму. 50 мировых эсперов, и они хотят подавить первые 10 семейств? Если бы все 10 лучших семей взялись за руки, у них было бы более 50 эсперов мира. Не говоря уже о том, что каждый из них был закален в ситуациях жизни и смерти. Они находятся в совершенно другом мире, чем эти сломанные продукты перед нами. Единственное, что может по-настоящему победить 10 лучших семей, это их собственная война, которая является самым быстрым способом разрушения их позиций. С этой точки зрения Федерация смогла сделать все правильно. Седьмая голова холодно объяснила. Так и получилось. У всех внезапно появилась реализация. Тем не менее, даже если ассоциация способностей происхождения не смогла победить десятку лучших семей, уничтожить 9 змей было все еще более чем достаточно. 50 против 8. Даже если человек уверен в собственной силе, никто не посмеет объявить смелое заявление о том, что он может победить. Не говоря уже о том, что на противоположной стороне 5 эсперов мира третьего уровня обнаружили пропущенную главу или т.п. Сообщите в комментариях. Изменить текст теперь возможно редакторам. Как с этим бороться? Шестая голова злобно посмотрела на сторону ассоциации способностей происхождения. Эти 30 эсперов мира первого уровня, оставьте их всех мне. Седьмая голова не спеша сказала. Да, бой не мой опыт уровень. Ха-ха-ха. Все вздрогнули, услышав эти слова, седьмая голова была не сильно в бою, но отлично в стратегии. Однако, если кто-то действительно считает, что его боевая мощь невелика, это будет огромной ошибкой. Среди 9 змей, если назвать наиболее страшного человека, седьмая голова определенно заняла второе место. На самом деле, он намного опередил вторую голову. Старые 2, старые 3, старые 4, старые 5, старые 6, эти 5 мировых эсперов третьего уровня, я позволю вам всем справиться с ними. Седьмая голова смотрела вдаль. Хорошо. Все согласились. Что касается оставшихся 15 уровней, два мировых эспера. Седьмая голова посмотрела на старую восьмерку, которая молчала. Как долго вы сможете их остановить? Полчаса. Восьмая голова ответила без колебаний. Достаточно. После того, как я их уничтожу, я приду, чтобы помочь вам. Седьмая голова насмешливо произнесла. Пятьдесят мировых эсперов. Хихи. Ассоциация способностей происхождения. Следствие того, чтобы оставаться на вершине так долго, вы забыли, как быстро меняется время. Давайте преподать им урок. Бум. Огни базы внезапно загорелись. Те, кто только что появился на свет из ассоциации способностей происхождения, только что появились, собирались сделать их первый ход. Однако девять змей взяли на себя инициативу вместо этого. От второй головы до шестой головы пять человек сделали свой ход. Те мировые эсперы третьего уровня немедленно перехватили их. Это не шутка. Если эспер с такой силой должен сражаться с мировыми эсперами первого уровня, это будет полная резня. Однако, после перехвата со стороны девяти змей осталось только два человека, в то время как у ассоциации способностей происхождения было в общей сложности 35 мировых эсперов. Это было такое большое несоответствие. Даже мировой эспер третьего уровня должен быть осторожен. Не говоря уже о... Эти двое впереди даже не достигли третьего уровня мирового царства. Иди, уничтожь этих двоих и помогай пожилые люди. Понятно. Ответы мужчины из ассоциации способностей происхождения. Ха-ха. Был намек на сарказм. В этом уголке рта седьмой головы поднялись. Я не могу отпустить вас всех туда. Шух. Тело седьмой головы выглядело ослепительно, как бесчисленные кристаллические частицы вспыхнули в воздухе. Под удивленным взглядом каждого из ассоциаций способностей происхождения стало 30 одинаковых фигур. И у каждого из них была седьмая голова. Заряд. Тридцать клонов седьмой головы закричали, когда они атаковали тех эсперов мира первого уровня. Очевидно, что после расщепления он знал свою нынешнюю силу. Так получилось, что он смог подавить этих эсперов мира первого уровня. Фантом, Доппельгангер, ассоциация способностей происхождения была поражена. Они были в контакте с различными талантами, но всевозможные странные таланты повлияли бы на их собственную силу. Однако эти клоны перед ними были похожи на копию, точную копию того же человека. Фактически, сила каждой копии была одинаковой. Один человек подавил 30 человек. Когда даже эспер мира третьего уровня не посмел этого сделать, одной этой седьмой головы было достаточно. Как ты смеешь, мировые эсперы второго уровня из ассоциации способностей происхождения, с которыми никто не потрудился отреагировать и взбеситься. Как раз когда они собирались помочь своим товарищам по команде, они увидели другого человека, стоящего у них на пути или блокирующего их путь. Это была крупная фигура с холодным лицом, восьмой глава организации «Девять змей» эспер-класса «С», специализирующийся на обороне. Не было никакой чепухи, когда большой перевернутый колокол спустился с неба и окутал их. Эти пятнадцать мировых эсперов второго уровня были ошарашены немедленно. Скорость этого гигантского колокола сделала их просто неспособными ответить вообще. Все напали на большой колокол как сумасшедший, но все было напрасно. Восьмая голова поддерживала защитную меру этого гигантского колокола, молча считая время. Он мог держать их в течение получаса. Ни на одну секунду больше, ни на одну секунду меньше. Ассоциации способностей происхождения и «Девяти змей» им суждено было иметь огромный боевой. Это было то, что Сухао давно предсказывал. Основываясь на понимании Сухао ассоциации происхождения способностей, эта организация тайно скрывала неизвестное количество сильных эсперов. Они должны быть в состоянии выиграть, верно? Сухао так думал. Пока группа людей из ассоциации способностей происхождения не вернулась с серьезными травмами. Что случилось? Сухао был шокирован. Ассоциация способности происхождения потеряна. Когда человек, который вернулся, рассказал правду, Сухао был по-настоящему ошеломлен. Было всего семь человек из девяти змей, но их сила была огромной. Столкнувшись с пятью десятью членами ассоциации способностей происхождения, они не отстали в силе. Однако ассоциация способностей происхождения также не была подавлена так же. Ключ кроется в том, сможет ли парень, который клонировал себя, уничтожить всех эсперов мира первого уровня в течение получаса. Однако, с помощью многих наркотиков эсперы мира первого уровня смогли продержаться половину времени, час, видя, что они вот-вот проиграют. Все в девяти змеях внезапно вышли из-под контроля. Мужчины из ассоциации способностей происхождения не знали, какой афродизиак они взяли для того, чтобы их сила внезапно усилилась. Искусство омоложения. Такая мысль мелькнула в голове Сухао. Только полная версия искусства омоложения обладала такой силой. Как потом, все эсперы ассоциации способностей происхождения объединились, чтобы защитить и сумели вернуть всех обратно. Однако на этот раз битва возобновилась неудачей. Другими словами, ассоциация способностей происхождения потеряла. Хотя в процессе не было потеряно ни одного человека, тот факт, что они проиграли, неоспорим. Они проиграли неизвестным девяти змеям. Если эта новость будет распространяться, она определенно потрясет всю федерацию. Но ассоциация способностей происхождения редко делала ход. Они без сомнения являются одними из лучших по силе. И все же они так проиграли? Если бы не президент, которого здесь нет, сказал кто-то неубедительно. Разве там не было босса девяти змей? Кто-то вздохнул. Человек, который говорил раньше, немедленно замолчал. Да, было пятьдесят мировых эсперов, но босс врага не был вытеснен. Эта неизвестная организация девяти змей была такой могущественной. В это время Сухаа знал, как ему повезло, что он смог убить монаха. Почему монах умер? Когда монах использовал свою полную силу, Сухаа сумел использовать его слабость, которая возобновилась в его смерти. Не было ни возможности дать отпор, ни возможности использовать искусство омоложения. Его центральный нерв сломался, но благодаря силе монаха его невозможно восстановить. И все же, почему он оказался мертвым? Если быть точным, его заставили умереть из-за его собственной непреодолимой силы. Что, если это был обычный бой? Суха остер свой пот. Отказ Ассоциации способностей происхождения неизбежно потрясет федерацию. Из-за этого Ассоциация способностей происхождения не отступила. Неудача есть неудача. Пока нет казуайцев, будет еще один шанс снова атаковать. Если они потерпят неудачу в первый раз, они попытаются во второй раз. Если второй раз все еще заканчивается неудачей, они попытались бы в третий раз. Ассоциация способностей происхождения никогда не боится выступать против таких организаций, как Нини Снакис. Не удалось? Суха отщательно обдумал это. Ассоциация способностей происхождения, казалось, потерпела неудачу. Но только Суха знал, какую цену должны были заплатить девять змей, чтобы потерпела неудачу Ассоциация способностей происхождения. Нужно знать, что стоимость использования искусства омоложения основывалась на предпосылке замены своей жизни. Каждое использование сокращает жизнь на много лет. Если это произошло еще несколько раз, это не обязательно провал. Суха звучал спокойно. Единственное, что он не мог понять, это то, что, если босс с девяти змей будет участвовать, не будет быть необходимость использовать искусство омоложения. О чем думал начальник девяти змей? Что он тогда делал? Рано или поздно я узнаю. Суха ухмыльнулся. После того, как он передал искусство омоложения, с которым он непреднамеренно столкнулся, в Ассоциацию способностей происхождения, организация поняла причину резкого внезапного роста девяти змей и почему они с радостью их взяли. Однако, когда они прибыли на место девяти змей, все уже было пусто. Организация девяти змей исчезла и исчез, черт возьми. Это были слова вице-президента Ассоциации способностей происхождения, которые не хотели называться, и они были написаны крупным шрифтом на первой полосе газеты. После двух неудачных попыток Ассоциация по способностям происхождения. Продолжение следует... Продолжение следует...